И всем привет, дорогие друзья! Да, всем привет! С вами Железный Цех Онлайн. И с вами Василий Копейкин. И Дмитрий Колганов, и еще там Дмитрий Кудряшов где-то там за кадром. А, да, он там бомбит по поводу Lenovo. Я думаю, будем приступать к новостям. И с чего начнем, Дим? С чего начнем, ответим на вопрос. Ребята, пожалуйста, с отношением цена-качество, мать на Z70 чипсете, какую брать? Берите Asus. Вот по материнским платам могу сказать только. Вот желательно брать Asus. Пока по-нашему, Василий, подтвердил опыту, с Asus это та плата, которую материн, которую ты купил, поставил и работает. Да, да. По остальным бывает как бы... Ну как бы всякое бывает. Может, конечно, у Asus тоже бывает, но нам пока вот с Asus никаких проблем не возникало. Asus. 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 Asus никаких проблем не возникало. Да, Asus в этом поколении очень хорош, очень хорош. То есть жрет любую память, любые жесткие диски, любые конфигурации. То есть, ну, хорошо материнки делают в этом поколении. Посмотрим, что будет дальше. Про дальше мы могли бы рассказать, но, к сожалению, это, наверное, наша будет первая основная новость. Про интеловские чипсеты, про интеловские новые, как их называют, процессоры. Короче, про них мы больше не будем говорить до 3 декабря. После прошлого эфира нам позвонили и попросили как бы... Про сливы больше ничего не говорить. Да, помалкивать. На самом деле, конечно, к сожалению, эти люди не смотрели наши эфиры, никак не связаны нашим эфирам, просто так совпало. Как раз мы закончили на той неделе, я открываю почту и посыплюсь NDA. Короче, кто-то очень классно слил вообще все. То есть, Intel до какого-то момента терпела, терпела, терпела и сливы. Но в прошлый раз действительно были довольно обычные цели. Ну, не маленькие, да. А тут, короче, утекло в сеть вообще линейки двух ведущих производителей материнских плат. Полностью, вообще все описание, на что будут способны основные фишки, вот все-все-все-все слили до эмбарго. Причем, по-моему, слили на уровне презентации. То есть, утекли именно... Просто презентация сама по себе. Утекла, да, презентация компании в сеть и был уже ресурс. После этого, как бы, все очень сильно подорвались. И по всей российской прессе... Начали подписывать идеи. Это не только нас касается. Да, разослали кучу идеи и попросили, ну... Больше ничего не распространять эту информацию. Да, не подставлять компании. Поэтому до 3 января, соответственно, у нас новостей про чипсет не будет. Но все-таки мы, как бы, дружим с людьми и не стоит этого делать. Причем тут дружим? В российской прессе, в остальной тоже особо не ждите каких-то новостей. Если что-то интересное, какие-то сливы, ну, на западный ресурс. Там ребята особо не стесняются даже после этих NDA. Можно даже на, не знаю, сразу на китайский идти. Там уже все... Нет, зачем китайский? Есть очень мощный ресурс WCC FTEK. У нас оттуда много новостей, мы собираем, и они ни в чем себя не ограничивают. Ну, это хорошо. А кто слил-то или... Ну, об этом тоже нельзя говорить. Ну, кто знает, кто слил. Кто знает. То есть не сообщается даже, да? Нет, не сообщается. Я думаю... Он просто знает, что появилось. Известен источник. Я думаю, в компаниях разбираются эти люди. Больше ничего не получит, никаких PDF. Ну, понятное дело. Да вообще ничего не получит никогда, видимо. Но зато, слушай, про Intel можно говорить о том, что вчера появилась информация. Какой-то один из главных редакторов крупного сайта, железного, западного, пронюхал про то, что Intel и AMD подписали контракт. Совместный? Да, совместный контракт на то, что Intel будет использовать графические наработки AMD в своих процессах. Intel использовать AMD? Графические, да. Графические, да. Графические наработки AMD. То есть что конкретно это будет значить, пока неизвестно. Настолько уж как неизвестно, вообще подписан ли этот договор или не подписан. Но, скорее всего, подписан. Сейчас я объясню, почему. То есть вариантов есть несколько. Во-первых, Intel по этому договору, возможно, будет использовать ядра AMD, Polaris, ну и GCN-р фигуру, может быть, но может быть и нет. Может она останется на своей, как на текущем. Мы же знаем, да, что есть графические ядра в этих процессах. Ну, понятно, встроенное ядро графическое. Кстати, будет очень прикольно, если Intel заюзает AMD. Потому что пока Intel, даже GT3, причем для десктопов-то они не используют топ Intel. Только в ноутбуках это есть, и там цена, правда, совершенно космически на хорошую графику, но она все равно так себе. По сравнению, да, AMD с интегрированной очень неплохо. Причем тестили в том году, можете поискать на сайте. На материнских платах, я по-моему, ты тестировал. На сайте игромания можно. У нас есть прям большой тест APU-шников AMD. И там реально можно во многих играх на встроенной графике играть и играть в War Thunder на максималке. Ну, в War Thunder на максималке, да. Там Dota они тащат. Ну, League of Legends. Ну, что-то мы там еще и достаточно. Google Ant даже там идет на них. По-моему, достаточно известные проекты там тестировали, насколько я помню. Основательная статья, так что найдите, почитайте насчет этого. Очень интересно, Дима написал. Да. Все проверили. Не знаю, Intel будет использовать эти ядра, не будет. Но другой вариант про то, что Intel останется, и это более вероятный вариант, останется на своих собственных разработках, но AMD лицензирует им патентов очень много. Угу. То есть это откуда идет? Во-первых, Intel уже сотрудничала в таком виде с компанией NVIDIA. Они в 2011 году подписывали соглашение о сотрудничестве и вот сейчас оно походит на… Нет, чтобы NVIDIA использовал на работе AMD или нет? Чтобы Intel использовал на работе NVIDIA. У Intel был подобный контракт, но он был подписан с NVIDIA. Дело в том, что как бы с учетом того, что Intel разрабатывает свои графические ядра, сейчас рынок устроен таким образом, что делая ядро, ты в любом случае нарушишь кучу патентов. Ну да. Графических, потому что они принадлежат NVIDIA и AMD, но это единственные люди, которые вообще сейчас производят графические оплаты. У нас, по-моему, там дальше есть статья на тему того, кому они принадлежат в основном или нет? Я где-то видел там график, это другое, да? Нет, другое. И скорее всего, то есть Intel уходит от NVIDIA и идет к AMD и будет платить AMD за эти… За использование графических ядер. Не графических ядер, за использование патентов. А патентов. Да. Лицензирует патенты. То есть для NVIDIA что это значит? Ну, во-первых, для AMD это значит бабки живые. Ну, понятное дело. Потому что Intel очень хорошо платит за патенты. А для NVIDIA это значит, что они не будут получать бабки эти. А по отчетам есть информация о том, что… Ну, вот следующая новость как раз. Да, что NVIDIA на лицензировании, во-первых, вот они пять лет с 2011 года от Intel получили 1,6 миллиардов долларов. И это вообще лицензирование в бюджете NVIDIA составляет около 6 процентов. Вообще, вот получаемая прибыль. А это существенные деньги, существенные. Немалые. В общем, такая новость про Intel. И она даже не под эмбарго. Можно было поговорить. Еще про AMD. AMD, во-первых, не забываем, что у нас будет 13 декабря с 13 на 14 будет стрим живой от AMD. О-о-о. Где ZEN процессор покажет. Ну, это мы уже говорили в прошлой программе. Но это для всех доступен будет. Да, да, да. Там вам зарегистрироваться успеет. Да, ну, то есть он будет успеть зарегистрироваться. Немного закрытый. Ну, как бы… Для всех зарегистрированных пользователей, в общем. Для всех, кто зарегистрируется на него. Из этого разряд. Дальше. У AMD появятся новые версии драйверов. Но мы не можем о них говорить. Потому что мы под эмбарго. И причем эмбарго такое очень неудобное. Оно спадет через… Сегодня в 17. Сегодня в 17.00. Да. Но обещает прирост производительства. Больше пока ничего не можно сказать. Там еще будут прикольные фишки. То есть, ну, в 17.00 сходите на… Фишечки прикольные. Да. А можно я буду предполагать? Или лучше не стоит? Хотя ты даже не сможешь отвечать. Лучше не буду. Я понял. Зачем? 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 Зачем в 17.00. Надеюсь, они в 17.00. Так что в следующей передаче уже расскажем. Да. Про что мы можем говорить, да. Где МНД и их не подписали. Появились новые информации про Polaris. В очередной раз. Угу. Ну, вот. Provega и Polaris. Их засветили в драйверах под macOS. Есть новости о том, что, во-первых, появится Polaris 12. Сейчас есть только 10-11. Под macOS. Ну, да. Почему нет? Они же юзают AMD-шную плату. Да я не спорю, что они юзают AMD-шную плату, но там вроде нельзя менять. Ну ладно. Polaris 12, Polaris 10 XT2 и опять засветили вверх. Кстати, по информации, до конца года ничего не появится. Можно не ждать никогда. То есть, все-таки уже в следующем году нам ждать. Да. В следующем году анонсы, видимо, на CES и в первом полугодии будут запускать. Ну да. Видимо, судя по тому, что запускает вот эти вот Polaris 10 XT2, Polaris 12 и Vega 10, скорее всего, AMD перекинется на новую линейку. Я думаю, появится Radeon именно уже 500 серии. Ну, логично, потому что уже слишком долго держишь вот эту 400-ку. Сейчас пихать в нее топовые 400-ые, ну, странно будет выглядеть. Да и опять же, знаешь, там наименований-то не так много осталось. Еще там 490 можно сделать. Да, и все. Ну, может быть, еще как раньше назовут, как звали-то в Юрике. В Юрике. Ну, видимо, скорее всего, пойдут на 500-ую серию. Под нее, наверное, зарезервировали, скорее всего, имя Polaris 12 и Polaris 10 XT2. Причем XT2 это как бы не двойная плата, надо по нему, скорее всего, а это именно название архитектуры нового. Ну, название ядра очередного. Может быть, правда, на Polaris 10 XT2 и Polaris 12 будут появляться какие-нибудь промежуточные платы, типа там 475, 485, 465, где-то в этих полях. Думаешь, они будут на новых чипах или, может, все-таки разогнанные какие-то там, не знаю, предыдущие? Да нет, новые чипы, скорее всего, будут. Да, но опять, они могут быть разогнанные. Ну, понятное дело. Ладно, ну что, мы будем двигаться дальше или поотвечаем на вопросики? Давай посмотрим, что у нас есть. Какую видеокарту лучше брать? Ох, ох, сколько таких вопросов уже. Вот, кстати, по поводу нашей предыдущей новости. Это значит, что AMD-карты будут лучше Nvidia. Друзья, по поводу предыдущей новости, это никак не повлияет, я так понимаю, на основные карты. Ну, как ты сказать? Ну, смотри, появились, во-первых, тут была новость проходила, мы ее не стали включать. В каком-то тесте светанулась, видимо, новая видеокарта. AMD, которая оказалась где-то в районе 1070-1080. Ну, мы говорили пока что на прошлом эфире. То есть, понимаете, по видеокартам есть такая штука. Сложно говорить, что лучше AMD или Nvidia. То есть, их надо смотреть в разрезе цен. Потому что ни AMD, ни Nvidia не предлагают больше производительности, да, какие-то меньше деньги. У них очень четко всегда вот эта вот структура шла. Вот даже вот раньше такое было. Ну, сейчас тяжело проводить. То есть, допустим, вот будет 1080, да, там стоит 50 тысяч, да. Будет 10, есть 1070, которые стоят 35 тысяч. И вот обязательно между ними AMD, у AMD будет карта, которая будет там стоить 40 тысяч. И вот, и будет выдавать примерно вот производительность на эти 40 тысяч. То есть, если сравнивать производительность за 50 от Nvidia, то там вот, ну, допустим, там, она будет стоить там процентов на 15 дешевле, там, чем 1080, да, AMD-шная плата. И она будет на эти же 15 процентов медленнее. Вот, ну, всегда, вот из года в год, как бы, рынок выстраивается примерно так, что цена четко привязана к производительности карты. Как бы, и вот отсюда уже очень сложно считать, кто лучше, кто хуже. На что, опять же, как я всегда говорю, на что денег хватает, то и надо брать. Ну, в принципе, да. Хотя этот вопрос, на самом деле, был по поводу Intel и AMD. Ну, я понимаю, что про этот вопрос. Но я говорю, скорее всего, там, по новости с Intel, это чисто лицензионная компания. То есть, лицензирование больше ни на что... Ну, да. Ну, может быть, используют ядра GCN. Было бы прикольно. Мне бы понравились такие интеловские процессоры, которые были бы с графикой GCN. То есть, она бы прикольно в ноутбуке смотрелась, ну, маленький ноутбук где-нибудь. То есть, хорошая производительность x86 и склевая графическая производительность. Потому что, к примеру, вот этот ноутбук, который я с собой таскаю, вот эту модель R13, у него есть встроенное ядро, по-моему, 520 графика, что ли. Не помню точно. Он на Core i7. Вот на нем практически ничего не идет. То есть, я могу... Совсем ничего? Ну, как, я могу там поиграть в какой-нибудь Толтеевский, Волкин Дэд. Да. Могу Рим Волг поиграть. Могу вот это Oxen 3. Ну, совсем слабенький игрок. То есть, инди проект. Ну, Папер Сплиц могу поиграть. А вот, к примеру... А, ну, это мог играть. Филлерс Офф. Этернити. Да. Хорошо. Но он неплох. А вот, к примеру... Достаточно производительный. Девинити Оригинал Син, она здесь уже не идет. Ну, цивилка у тебя, небось, пойдет на минималку. Цивилка упрется в процессор очень сильно. Скорее всего, я не пробовал цивилку здесь. Вот еще, кстати, хороший вопрос про новый тип памяти, использованный в 1080 серии GDDR5X. За ним будущее и все будут переходить на него? GDDR5X, она позволяет просто держать очень высокие частоты. То есть, обычная GDDR5, она где-то 7-8000 МГц дальше не шла. GDDR5X, она позволила сделать 10 МГц. Ну, собственно, вся разница. То есть, если плате вдруг понадобятся высокие частоты, то, ну, буду ставить X-овый. Опять же, AMD идет по принципу, что она использует HBM-память. Для задач. То есть, это все зависит от того, какую нужно дать пропускную способность чипу. Все. Опять же, пропускную способность можно получить разными вариантами. То есть, можно было бы, к примеру, на 1080 использовать не GDDR5X на 10 МГц, а обычный GDDR5, но поставить чуть более дорогую шину на 512 бит в окно. То есть, можно разными способами. Тот же самый поток, да. Но, видимо, 5X была более выгодна в производстве, чем... Ну, дешевле обходилась, чем офигачить еще 128 бит шины сверху. Вот тебе, кстати, благодарят за совет по поводу брать, пока есть деньги. Конечно, надо хватать. Потому что так можно долго сидеть без железа, ждать, ждать потус. Приобрал в себе 6700K материнка с Cybertus. Поздравляем, Cybertus, кстати, классно. Прикольные, красивые эти материнки. Да? Они не черный текстолит у них случайно? Слушай, у них есть разные... Мне просто очень нравится, как черный текстолит выглядит. Да нет, черных очень много. А у Cybertus у них есть вообще белая. Белая? Белая, белая. Подожди, белый текстолит именно? Вообще вся плата белая. Она бывает белая, она бывает в камуфляже, у них есть и черные. Но они, по-моему, Cybertus такие защищенные, да-да-да-да-да. Ох, классная какая. Да-да, красивая, поздравляем. Очень красивая, да. Дорогая, правда, но хорошая. Так, ну что, давай двигаться дальше пока по новостям. Пока у нас там еще будут задавать вопросы. Ну что, у нас уже идут новости от Nvidia, я так понимаю, да? Вася, почему ты меня подозрительно смотришь? Не знаю. Многие считают, что я на тебя подозрительно смотрю. Очень подозрительно. Подозрительно. По Nvidia довольно простая новость, то есть как бы ничего такого нового, просто GTX 1060 будет выходить с новыми чипами теперь. Чего это, друг? Ну, короче, видимо, у Nvidia довольно большой был брак при производстве первых там 10, 80, 10, 70 чипов. Ну, они же на разных. А, и они просто решили те, которые бракованы на 70, 80 используют на использовании. Да, бракованные будут появляться на 10, 60. На 10, 60. Ну, если что, друзья, бракованы, это не в смысле, что они не работают вообще. Значит, у них не работает половина. Ну, вообще, как бы это довольно интересная вещь. Вот сейчас немножко это стало меняться. Немного как бы стали разрабатывать чипы более, ну, ориентированные на младшие платы. Чисто младшие платы. Просто у него не работала часть блоков. Которого, да, отключали. Причем раньше был прикол в том, что, как бы, ну, реально геморрой или с тем, что эти иногда бывалые чипы можно было разблокировать. Даже так. Да, то есть бывали моменты, когда, ну, там, виртуальные, я уже не помню эти серии, как назывались, но было такое, что там из 10, 70 можно было получить 10, 80 программ. Ну, к примеру. Да, к примеру. То есть сейчас нельзя. Да, сейчас этого уже не сделаешь, как бы. Ну, бывало такое, да, что программные делали. Но это очень такой, знаешь, путь, он не клевый для самой компании. Потому что бабки на производстве, грубо говоря, чип по 10, 80, они платят. Ну, да, и блокировать просто. А потом продают его по цене 10, 60. Ну, при этом у тебя как бы те, которые реально, ну, не получились, которые дотягивают до 1080, они все равно используются. Ну, как пример 1080. Они все равно используются. Ну, то есть ты же не изначально их блокируешь, они у тебя, видимо, там, с ними какие-то проблемы возникают. Где? На производстве? На производстве, наверное. Ну, конечно, да, он не проходит просто тестовый, ну, вот, как бы полный тест на все блоки не проходит. То есть часть остается рабочая, часть не работает. Ну, ты просто блокируешь, делаешь 10, там, 70. Ну, и, собственно, с 10, 70, так оно сейчас и происходит. Ну, и, собственно, разблокировать их особого состояния. И сейчас будут использовать и на 10, 60. Очень такая вот забавная штука. А по поводу, кстати, у всяких вольт, там, вот подобных новых графических чипов, появилась информация о том, что заводы TSMC, это тайваньские, будут строить линии на 5,3 нанометра. Да. 5,3 нанометра. Да, сейчас, напомню, 16 делает NVIDIA. Угу. Вот, AMD на 14. Ну, соответственно, это опять, опять еще один бешеный рост частот. Будет. Ну, и, судя по всему, жирание, это, питание, по-моему, это же поднимается или нет? Что ты к этим питанием? Все любят сравнивать питание. Какая разница, что она жрет? На блок питания надо больше брать. Процессор, даже уровня 6700K, он там в 100 ватт укладывает. Ну, один жесткий диск и видюха. Пара жестких дисков SSD-шника на месте топов видюха 500 ватт тащит. Хорошо, хорошо. Если ты там думаешь дальше гирлянду жестких дисков, да, неплохо, 600-650 ватт. Ну, и плюс еще, если собираешься разгонять процесс, тоже нужно побольше брать, получается. Зачем? Ну, там получишь плюс 5 ватт. Вот прям беда-то какая. Ну, ладно, я понял тебя. А еще мне нравится, когда, знаешь, некоторые говорят о том, но это же сильно экономичный, будет меньше жрать энергии. Нет, жрать, он будет столько жжать. А там, я, короче, как-то считал, помню, какой-то статьи, там, у Nvidia, по-моему, с 900 сери, когда она выписала, да, с 700 на 900 и прошла, у них же там было очень крутое падение этой мощности употребления. Понял. Вот, я что-то решил рассчитать, сколько можно денежек сэкономить на то, чтобы перейти в 780. 880. Что-то за год вышло, я не знаю, рубля 3, что ли, экономию энергии. Это знаешь, это вот я сразу вспоминаю, по-моему, где-то была статья на тем, или на Пикабуш, ну, короче, где-то посчитали. Все же, знаешь, вот эту вот теорию, что, типа, если ты не вытаскиваешь зарядник из розетки, он, типа, жрет энергию. Жрет. Чуть-чуть. Ну, знаешь, насколько чуть-чуть он жрет? Я не вдавался. В год выдает где-то, не знаю, 30 копеек, ребята, посчитай. В год. Ну, это важно для производства каких-нибудь. То есть, допустим, многие живут, чем, да, прикольно для многих DDR4, да, переход на данный момент. Да. Она потребляет, знаете, меньше энергии. То есть, в наших условиях, да, эти, как бы… Ну, нам-то, в принципе, в домашних условиях вообще никакое. Вообще ни о чем не говорить. А есть, допустим, в масштабах какой-нибудь IBM, у которой, там, 10 тысяч компьютеров, у которой, не знаю, вот уже… Может быть. Даже экономия эти 3 рубля в год на там каждой видеокарте, да, она, получается, уже вливается в суммы. Ну да, немалая. Здесь копейка, здесь копейка, здесь копейка. Все равно бывает такая экономия. Ладно, что-то отвлеклись. Короче говоря, TSMC обещает, начинает вкладывать бабки в новые заводы, их причем даже поддерживает правительство Тайване, потому что Тайвань очень радует, что у них есть такие производства, где все выпадут свои чипы. Ну, понятное дело, конечно. В 20-22 годах это все дело должно запуститься и появятся первые чипы на 5 нанометров. Вообще класс, да? Классно. Я, когда начинал работать, на нанометрах только-только начали входить. Нанометры? Да, да, да. Песец. То есть, представляешь, как быстро это все развивается? Ну, понятно, что… Ну, я не знаю, слушай, а вот после нанометров… Ну, знаешь, тоже развитие странное. То есть, как бы нет революции какой-то. Я вот не вижу ничего революционного вообще в железе. Вот за эти годы ничего не произошло. То есть, 10 лет я, конечно, занимаюсь железом и вот, ну, реально ничего. Да, есть эволюция. Да, постепенно маленькими шажками, но ничего нового никто до сих пор не сделал. Как видеокарта работала 10 лет по этим принципам, так сегодня, спустя 10 лет те же самые принципы она использует. Да, она стала быстрее. Там подулучшили, тут подулучшили. Ну, как подулучшили? Если, грубо говоря, вот к этому всему все это считать, мы просто смогли запихивать чуть больше на одно место. Если бы мы могли бы раньше запихать столько же на это место, была бы такая же мощность. То есть, если бы мы раньше выпускали видеокарты размером со стола, да, 10 лет назад, то это была бы та же 10-80. Ну, примерно по мощности, да? Ну, примерно, да. Просто нельзя было где запихать. Только сделал со стол видеокарту. Ну, неудобняк получался. Ну, а сегодня, ну да, смогли мини... Ну, опять же, это процесс миниатеризации, да, вот. Ну, как бы, а ничего нового-то нет. Грустно, ребята. Мы рады, что выходит по 1 нанометров, но грустно, что ничего нового совсем из общего не выходит. Давай из этих вот нанометров перейдем к шапогону 835. Ну-ка, ну-ка. Ну, он же там тоже в нанометрах. Да, он 10 нанометров, но это самсунговские 10 нанометров, и они у них очень странные. То есть, вот и мини говорят, что вот их 14 нанометров, это то же самое, что у TMC 16 нанометров. Ну, примерно где-то вот так вот они совпадают. То есть, 10 нанометров, наверное, ну, так и сравнить, это где-то 12-13 человеческих нанометров. Ну, корейские нанометры они. Корейские. Есть какие-то особенности у них. Да, в общем, короче, появилась... Ага, у нас немножко неправильно открывается новость. Первые данные о том, сколько вообще набирает новый шапогон 835 в сравнении с 821. И эти шапогоны, естественно, очень-очень-очень быстрые. Примерно на 25-30 процентов. Ни фига себе. На 25-30. Ну, причем как? В основном это, естественно, графическое ядро. То есть, этот новый Adreno 540, он прям хорошую приросту кадров дает. То есть, там, знаешь, если смотреть, ну, там, графический тест GFX Benchmark, да, он, грубо говоря, там с 45 до 58 кадров поднимает этот 540. Не знаю, где это использовать и зачем вообще, кому это может понадобиться, но Qualcomm молодцы и быстро сделали эти процессоры 835. Да? Будет еще меньше тормозить Android. Ну, первое, Android вообще имеет очень странные свойства. Вот эти с тормозами, это, конечно, очень странно. У меня все в порядке, ничего не знаю. А тут, я думаю, ты Arcos сменил, да? С Arcos у меня другие проблемы были. Какие у тебя были проблемы с Arcos? У меня экран там плохо работал, он периодически сам с собой нажимался, потому что я его очень часто ронял. Вот так вот, вот так вот, да, сам виноват знаю, но именно вот так вот, да. На что ты перешел? Расскажи людям. Xiaomi. 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 У меня есть пара новостей про к сегодня. Да? Я видел, да. Я порадовался. Я рад за них, как всегда. Да. Ну что, что еще мы скажем? Короче говоря, Шопогон обогнал вообще все, что только мог, причем очень круто поднялся. Это по Antutu или нет еще Antutu информации? Вот Antutu я, к сожалению, не успел изучить. Вот буквально новость появилась перед эфиром. У нас есть одна, она набирает какие-то мифические 181 тысячи очков. Нифига себе. Это выше, чем все, что есть на данный момент. Да. А по графике у него 45 тысяч 330. Я не знаю, что это за очки. Вот на самом деле. Я тоже не знаю, как они в попугаях, грубо говоря. Что за попугаи? Это просто какой-то взрыв мозга. Причем ты их сравниваешь, они на работе, но никак не влияют от попугая. Да, они есть, да, они что-то меряют эти бенчмарки, но что конкретно, неизвестно. В играх бенчмарков нет андроидовских телефоновских. Ты все на глазок делаешь. Нет, но при этом народ как-то читает фпс в играх. Нет, там можно. Есть программы типа Fraps, можно запустить, можно девелопер моды вывести фпс поверх. Там можно засчитаться. Но эти все Antutu и GFX Bench, я вообще не понимаю эти тесты. Потому что по мне телефон должен просто работать. Понимаешь, ты его берешь, ставишь игру, и она либо идет, либо не идет. Телефон либо тормозит, либо не тормозит. Эти бенчмарки, которыми мы с тобой пользуемся, я тоже, например, не понимаю. Бред. Что бред? Ну хорошо, окей. Как этот... Как он называется? Engine Valley. Он тоже цифры выдает, я не понимаю, зачем. Помощные цифры не снимаем с тобой. Ну перестали уже снимать, окей. Но он же выдавал от долго. И он сейчас, наверное, выдает что-то. Мы им просто греем видеокарты. Греем видеокарты. Ну хорошо. У нас когда холодно, мы включаем воли, запускаем все компы и начинаем гореться. 3D Mark. 3D Mark. Мы вообще его перестали использовать. В 3D Mark единственное, что хорошего, это стресс-тест, который почему-то никто не хочет проходить, ни один из компьютеров. Почему? Я откуда знаю. 3D Mark, он бестолковый, как не знаю мы кто. Раньше он был прикольный. Не, раньше 3D Mark был красивый. Знаешь, ты там запускал 3D Mark. 3D Mark это были, знаешь, допустим, в 2001 году, 2002 году. Таких игр, ну вот, ты новый комп купил, да, и ты просто ставишь 3D Mark, чтобы посмотреть, на что способен твой компьютер. Как красиво это может быть. А потом ты возвращаешься в мир бытия, да, в обычных, где вот еще вот треугольники, там вот эти все, глава переходят. Понятно, понятно. Сегодня, как бы, игры уже давно дошли до уровня бенча, там, и CG графики, там, 2001-2002 годов. Да, да. И нет смысла принимать. Давно уже ее перегнали во многих случаях. Да. Это я тут про CG графику вспоминал, как раз про Final Fantasy. Я просто помню, знаешь, когда я играл в восьмерку на первой PlayStation, насколько меня вообще взорвало мозг, вот, вот, CG ролики, как там были нарисованы. Ну, какая красота, и, знаешь, память она осталась с такой красотой. Посмотри, пока что… Я запустил посмотреть. Пока не можешь поиграть в Final Fantasy 15, посмотри хотя бы Kingslave. Спасибо, Вася. В финал-фэнтези. Сам смотри сколько Kingslave. Ну, слушай, там… Я знаю, что, если я его посмотрю, а плойка у меня не появится. Появится. Хорошо, спасибо. Появится. У меня просто тут немножко… В крайнем случае, я тебе свою дам. Спасибо. Хорошо, договорились. Пройти Final Fantasy. Договорились. Я просто очень расстроен. Причем, этот, как он, они еще сказали о том, что, вот, вчера, ну, вот, считал, что, дай бог, в восемнадцатом году на компады берется. В восемнадцатом, Вася, понимаешь, даже не в семнадцатом. Ну, понимаешь, они что хотят? Они хотят, небось, паком выпустить с ремейком с седьмой финалки. Там же будет ремейк, причем полный ремейк. Типа, с новыми прям… с новой графикой и… В смысле, ремейк в пятнадцатый финал? Седьмой. Седьмой. Ну, кому нужен? Нет, нет, извиняюсь. Она считается прямо… То есть, как бы, нужен, нужен. Я в свое время не играл в седьмую Final Fantasy. Выйдет в ремейк, я, возможно, даже поиграю. Мне пятнадцатая нужна, причем здесь седьмая. Они этот ремейк седьмой, по-моему, пилят, я уже не знаю, лет пять-семь. Ну, блин, ну, если все его пропустим. Ну, говорят, что он будет крутой, будет тоже круто выглядеть. Он будет круто выглядеть. Причем будет круто выглядеть? Он будет выглядеть по главах. Он будет выглядеть как пятнадцатая финалка. Ты не видел, что ли? Уже трейлер был на эту тему. Нет. Ладно, я посмотрю. Вот зря пропустил. Посмотри. Ремейк седьмой. Вась, какой смартфон ты можешь посоветовать за десять тысяч? Redmi Note 3 Pro. Айфон пятый на Авито. Айфон пятый на Авито, да, вот Дима говорит. Который будет восстановленный недавно. Хороший телефон, нормально. Не знаю, что еще за десять тысяч-то. Что еще за десять тысяч, можно предложить, Дима? Я не знаю. Я не разбираюсь с телефоном, скажем так. Да, я просто не разбираюсь с телефоном. На этом мы и закончим. Понятно. Слишком долго обсуждать придется иначе. Не, ну за десятку очень тяжело сегодня найти достойный телефон. Хотя опять же, зависит от задач. Очень сильно зависит. То есть для игр придется постараться искать. Для очень там навороченной, чтобы хотелось быстро навигации, там и проигрывать или с Bluetooth. Вот это будет тяжело найти за десять тысяч. А так, если чисто для звонков. Ну чисто для звонков можно и за пятьсот рублей. Но если интернет, уже да, уже дороже. То можно. Уже дороже, да. К сожалению, не посоветую. Сколько ты за свой этот отдал? Тринадцать, круглого говоря. Во, во, Вася вам посоветует. Берите за тринадцать. Давайте только через месяц мы посмотрим, у Васи не сдохнет ли оно. Да не сдохнет, не сдохнет. Куда ему сдыхать-то? Ладно. Ладно, про самсунг. Короче, будет про шпагон. Да, 835 очень быстро. Ну и заодно давай пройдемся, раз что самсунгу затронули. Ну-ка, что у них там еще? 835 наверняка на S8 будет стоять в каких-то этих версиях. Кроме Exynos. Во-первых, про… В общем, они решили взять пример с айфонов, я так понял. Снова… Да, во-первых, как бы поговаривают, что в S8 не будет 3,5-мм джека. И меня лично это адски бесит. Ну, правда, нет места, что ли? Я вот понять не могу. Почему нужно от этого уходить? Не, ну, места наверняка он жрет, наверное, много. То есть, смотри, уже появилась информация о том, почему ноуты седьмые горели. Говорят, что… Ну, слишком компактные были, типа… Да, слишком плотная компоновка, что они как раз… Что-то с чем-то взаимодействовало, типа… Ну, там как? Там, по идее, горело от того, что кто-то… То есть, аккумуляторы когда взрываются, когда ты замыкаешь, там пластины. Обычно это удары происходит от какого-то. Ты бьешь пластину, и у тебя риск выброс энергии начинается. Вот. И сторонние фирмы, это не самсунговские новости, вот они там считают, что слишком плотная компоновка. И даже в обычном использовании, когда таскают в кармане, аккумулятор постоянно испытывал какие-то воздействия. И приводило к тому, да, что это все возгоралось. Ну, кстати, раз… Да-да-да, почему мы… А, почему, да, убирают. Да, почему убирают. Вот. То есть, ну да, возможно, как бы места мало, и борются за то, чтобы там, за каждый лишний миллиметр, чтобы поставить побольше аккумулятора. Ну… То есть, вот про ноут говорили, что, в принципе, там была возможность пихнуть аккумулятор поменьше. Угу. Ну, как бы вот решили, что тогда он будет жить меньше, чем прошлый ноут, а это, ну, совсем не хорошо. Ну, просто смотри, как по мне, вот гнаться именно за тем, чтобы телефон становился тоньше, тоньше и тоньше, это не очень хорошо. Мне бесит тонкий телефон, я вообще не могу. Вот меня бесит, насколько тонкий айфон. Ну, то есть… Я вот его использую без чехла, не могу, он слишком маленький, ну, его неудобно держать. Ну, это же опять… Ну, у меня он, конечно… Особенности моей чистой руки, моего восприятия, ну, мне не нравится тонкий телефон. У меня он по… по увесисти, конечно. Что это по увесисти? Там 4 мАч у него. Вот. 4,50. Ну, это неплохо. Вот. И тут, как бы, не знаю, мне вот это вполне устраивает. Я не знаю, с чехлом он, конечно, будет, наверное, пошире, но… Я вот тоже не понимаю вот этой погони за тонкостью. Потому что, ну, я не знаю, вот в скором времени углы просто будут, я не знаю, резать тебе ладонь, видимо, когда ты будешь его брать в руку просто. Ну, наверное. Ну, зачем это? Да. Да. Доходил до каких-то совсем тонких телефонов. Не помню. А, у Sony Xperia Xperia они когда-то совсем тонкие сделали. Вот Z3, Z3+, но они просто оттаскивают. Ну, это… Ну, это сложно. То есть, там уже грани становятся такие, которые просто впиваются в ладонь. Да. Тебе вот держать его уже становится неприятно. Тебе, кстати, более толстый сделай телефон. Это правильно. Весит, неприятно. HTC делай, кстати, большие и толстые телефоны. Я просто не понимаю, если честно… А вот этот трех с половиной миллиметровый джек убирать? Ну, Apple убрал. Зачем все тут туда полезли? Ну, как бы, ну, нет. Я не вижу этого глубокого смысла. Ну, столько людей наушников, да. То есть, как бы бороться. Причем, Samsung же еще в этом уж не звук будет офигительный просто в телефоне. Ну, вы боретесь за это. Ну, вы уже обрекаете на то, что аналог пойдет еще через один переходник. А, как бы, каждое лишнее соединение, оно уже влияет на сигнал. Ну, да. Вон, Дима подтвердит, не даст соврать. Потомственный электрик. Ну, не знаю. Ну, вот, все равно влияет это на сигнал. Ну, зачем это городить? Чушь какая-то. Ну, как бы, Apple, ладно. Ты знаешь, они, как бы, вот с этим переводом на цифру, да, как бы, они рассчитывают на то, что в будущем звук будет гнаться по цифре. То есть, сейчас же он гонит все равно аналоги. Ну, да. Даже подключаешь цифровой разъем, тебе просто какие-то дорожки, то есть, там, три дорожки. Ну, что, у нас левый, правый центральный канал. Они просто работают как аналоговые. Так же выводятся через переходник. Но, как бы, в будущем, то есть, Apple думает о том, что наушники будут выходить со встроенным ЦАПом своим. Да, то есть, ты покупаешь какой-нибудь, не знаю, супер навороченный Сенхайзер с разъемом Lightning. Да, у тебя там встроен очень дорогой ЦАП звуковая плата. Да, и звучат ли они будут вот именно, причем одинаково везде на каждом устройстве, куда бы ты ни в одну. Потому что у тебя, ну, формируется звук в наушниках. Но это тоже глупо, блин. Каждая, то есть, с учетом, что наушники, в принципе, это сама по себе расходная вещь. Ну, как бы, более, ну, расходник. Каждый раз менять ЦАП из-за сломанного джека переплачивать – бред. Я и так уже телефон купил за полтос. Хочу, чтобы у меня там ЦАПы стояли. Хороший, нормальный усилитель для наушников. Ну, бред, я не понимаю эти отказы от 3,5-мм джека. Ну, понимаешь, на самом деле, тут еще есть другая сторона этой монеты, скажем так. Это телефоны. Не будем об этом забывать. Изначально они все-таки придумывались для того, чтобы звонить. Смартфон никогда не делался для того, чтобы звонить. Но при этом, да, это смартфон. У тебя звонилки были раньше. Смартфон. Звонилки были раньше. Подожди. Давай так. Ты знаешь, что у сотового сетей очень сильно упал разговорный трафик? Да. Да? Что больше сейчас проходит через интернет. И плюс. О каком-то говорить? Ну, плюс еще, да. Сейчас уже комп поговорить. Нет, все. Телефон сегодня стал. Понимаешь, замена компьютера. Я уверен, у многих людей сегодня они не нуждаются в компе вообще просто. Хватает телефона или, не знаю, планшета небольшого для того, чтобы смотреть все ВКонтакты, Фейсбуке, все новости просматривать. То есть, то, для чего раньше покупали многие домой компьютер или ноутбук. Ну, как бы, есть не для игр, да, мы рассматриваем машины. Как бы, это заменяет телефон полностью. Он, ну, тебе не нужен компьютер. Ну, да. Употребление контента – это уже давно не разговор. Да, он может еще звонить, я бы сказал так. Слава Богу. Да, дополнительно. Звонки, ты знаешь, тут это люди, которые держали первые айфоны, не распакованы в надежде их продать. Кстати, до сих пор были такие. К новости, помнишь о том, что это могут блокировать устройство. Ну, он рассказывал, гугловские, да. Да, да, да. Короче, они не активируются. Ну, как бы, ну, айфоны, их же нужно стартануть через iTunes. Ну, да. Поначалу зарядить, просто активировать. Ну, как бы, да, первые были через iTunes, сейчас iTunes не нужно. Хотя, может, первые не нужны, по-моему, были iTunes. Ну, вот, и все, Apple просто не активирует, не регистрирует. Ну, типа, они уже очень старые. Они просто, да, кирпичи остались. Нераспакованные кирпичики лежат. Кипец. Это про то, как вот мы покупаем. Опять же, как бы, давай так, у меня нет нераспакованного айфона, я не могу это проверить. Ну, понятное дело, да. Информация полученная где-то из третьих источников. Ну, все равно, понимаешь, я думаю, лет через 5-10 еще это, в принципе, станет в любом случае раритетом, даже кирпичом раритетным. Ну, все равно это обидно. Я, ну, заплатил за железку. Она же зажигается, работает, но ничего делать не может, потому что Apple решила, что хватит. Ну. Владелец, человек, ты ему же денег отдал, почему он не может работать? Ну, это кажется. Ты достань какую-нибудь старую Nokia, она будет звонить. Смотрите, Чао мне тут рассказывал, у нее четвертый айфон старенький, она маме отдала. И она тоже не может его использовать с iTunes, потому что он пишет, у вас слишком старая модель. Ну, ладно. Да, она не может загрузить на него музыку. На четверку? На четверку. Надо проверить, у меня 4s есть. Вот. Причем она тоже сторонними приложениями по типу, а и Tools пытал использовать, он тоже пишет, у вас слишком старая модель. Ну, вообще, жесть какая. Он вообще реально начнет делать аппаратуру, которая разлагается со временем, чтобы людей вообще не пользовались. А, кстати, было бы удобно. Ну, да. Позвонил, попользовался месяц, выкинул. Провода – это ошибка, просто не в тех случаях используем. Нет, у некоторых людей он год просто лежит в запасной провод в ящике, и он начинает саморазлагаться. Он там экологически чистый материал. Слушай, у Apple по тестам вообще не самый лучший в мире провода. У меня это делать и лучше. Слушай, знаешь, вот была история с проводами. Почему ты вот про разложение рассказываешь? В году, наверное, я заканчивал школу, это был год 2004. У Sony были проблемы с проводкой. Она завезла сюда партию наушников, которые были не рассчитаны на российские условия. Ты покупал довольно дорогие наушники, выходил с ними на улицу на мороз, и у тебя провода разлетались. У тебя вся оплетка, вот, допустим, просто дотрагивался до провода, и у тебя на пальцах оставалась вся оплетка провода. Да. Пиздец. Вот был такой косяк у них. Пиздец. Они причем не меняли даже по гарантии. Я ходил в магазин, пытался отдать. То есть, как есть, так и есть. Мне сказали, ну ты их просто испортил и все. Ты их испортил. До свидания. Ты их испортил. Тем, что до них достронулся. Потом они где-то через, ну, на следующий год они пошли исправлять эту ситуацию и исправили. Стали нормальной проводкой. А вот здесь была такая оплетка. В том, что перестают использовать три с половиной джека. Многие люди реально, они используются наушники раз в полгода. Они бьют за пятьсот рублей, которые простые с джеком и все. А если нет джека? То есть, противно-диспроводные люди. Во-первых, переходники есть на три с половиной. Да, не будем забывать о том, что в любом случае с Type-C будет переходник. Еще пока разрешают юзер-переходники. Может быть, потом просто уберут эти аналоговые выходы. Просто вырежут этот дак оттуда. По поводу телефонов. Вот то, что ты сказал. Хороший комментарий появился на эту тюремну. Что вот телефон заменяет компьютеры. Владислав Горшков. Я бы не отказался от полноценного мощного компьютера размером с телефон. Но я откажусь от интерфейса размером с телефона. Умная мысль. Прекрасный комментарий. Красивые стихи. Давай так скажем. Вообще, очень верно сказано. Я бы, на самом деле, тоже интерфейсом было бы пользоваться реально неудобно. То есть, полноценным компом, то есть, ну, Windows, согласись. Ты Тимвивером когда-нибудь пытался пользоваться на телефоне? Это пипец как неудобно. Мне неудобно. Вот. Я просто сейчас пытаюсь сообразить. Подожди. Как бы интерфейс, он должен перерисовываться под размеры экрана. То есть, никто не мешает быть, скажем так, телефону, компьютером быть размером с телефоном. Чтобы у тебя здесь рисовался на таком дисплее в одном виде интерфейс. То есть, в другом виде, когда ты подключил этот телефон к монитору на 27 дюймов, у тебя просто интерфейс перерисовался. Собственно, к этому сейчас идет Google. То есть, они же собираются, в принципе, объединять хромбуки с андроидами. Ну, как, не хромбуки, это теперь у них все серия пиксель, полная серия пиксель. У них как-то ноутбуки и телефоны, это все пиксель. Вопрос, понимаете, опять же, вопрос не столько в операционной системе. Часто вопрос, он в сквозном софте. То есть, к моменту… Как он будет работать. Да. Ну, к этому практически пришли Windows, смотри. Про Windows сейчас будет. Давай. Мы немножко не успели, вот еще. Как бы новость только-только появилась, вот прям загрузил перед эфиром. Вот, сейчас откроем, давай, раз, подожди, сейчас мы ее отыщем и откроем. Вот. Вопрос в том, что были сквозные программы, понимаешь? Вот, допустим, почему вот мне вот до сих пор нужен ноутбук? Да. Хотя, у меня, допустим, есть планшет, к нему есть, к этому планшет прицепная, клавиатуровая, ну, можно, да, докупить. То есть, можно было обойтись одним устройством. Но нет, мне нужно, ну, потому что на ноутбуке есть нормальные программы, допустим, для работы с текстом. На iPad, ну, нет Word-а. Он есть в каком-то виде, но это не тот Word, к которому я привык, к которому мне удобно работать. Там нет Photoshop-а, там нет вот этих, как, допустим, ну, монтажеры у нас на чем работают, на Premiere. Да, там этого просто не существует. То есть, для какого-то личного быстрого пользования вроде как все есть, да. А вот реально профессиональные работы, ну, очень мало вещей может делать. Айпады, ну, iOS и Android. Просто нет софта. Вот на Windows софт есть, поэтому можно юзать. То есть, как только вот будет сделано так, чтобы в телефон помещался обычный Word, хороший Word, и можно было подключить его к большому дисплею и работать как на компе, это будет замечательно, можно будет использовать. А как бы интерфейс, ну, дорисует для больших экранов. Собственно, ладно, давай к новости перейдем. Опять же, вот только сегодня появилось. Дим, открой нам ролик вот в районе, где консоли, там туда-сюда, Windows на шапогоне. Короче, Microsoft объявила о том, что будет десятка стала запускаться на ARM-процессор. Полноценная десятка, десктопная, обычная. Вообще-то... Сейчас нам Дима откроет ролик. Да, и мы посмотрим. Там, правда, конечно, снято просто, как пользуется десятой виндой. Да не-не-не, там все грамотно снято. Сейчас открывают мой компьютер, завтра свои системы. Да, открывают мой компьютер и показывают, что... И там висит Snapdragon 820. Да, прекрасно работает. И там работает полноценная виндачка. 4 гигабайта оперативки. Вот оно, понимаешь? Вот оно, оно заработало на планшете. Осталось Microsoft только допилить еще полностью интерфейс, переработать под планшет. Потому что пока он у них стал лучше на десятке. Реально можно использовать. На Acer, да, у меня тут есть планшетный режим. Уже можно пользоваться. Десятка удобная для планшета. На семерке, на восьмерке это было как бы коряло. Ну, нет, смотри, на семерке это практически... Это вот еще сложнее было. На восьмерке это, в принципе, начали вводить. И стало достаточно удобно пользоваться тачпадом. Уже ничего. Десятку запустили, грубо говоря, на обычной планшете. Десятка, да. Десятка вообще. Полноценно. Не RT какая-то версия. Нормально Windows 10 со всеми программами. Конечно, там половина-нибудь еще глючить будет. У них есть Windows Store, в котором есть достаточно удобные ворды. И Диабло 3 может запускаться, может быть, когда-нибудь там. В телефонах. Может быть, и будет, но лагать будет, конечно, очень сильно. Но при этом, кстати, нам запустили Photoshop. И вроде даже работает. Прикольно. Молодцы, молодцы. Вот идут. Вот это правильная интеграция со стороны Windows. Не делите это со стороны Microsoft. Потому что раньше делили это в Windows RT. Не ERT. Господи. Там свой вор. Здесь не свой вор. Вообще кошмар какой-то был. Взрыв мозга. Непонятно, что происходило. А тут просто вот он. Десятка на планшете. Посмотрим, как будет развиваться. Я поставлю на галочку эту новость и буду смотреть, что там вообще происходит. Единственное, что вопрос, конечно, как будет USB-шники дрова пилить. Ну вот, чтобы можно было там, не знаю, мышку подрубить через вот этот микро USB-чик из Type-C. Ты их планшеты можешь в любом подключить. Я знаю, да. Да, у многих планшетов есть даже классические USB-шники. Да, делают USB-шники. Но это обычно, знаешь, делают на таких, на здоровых планшетах, которые, ну типа, напоминаются как телевизор. Что-то вроде как у тебя это. 12 дюймов. Да, да. Лупят USB-шки. Молодцы. Некоторые, правда, забывают. Самсунг забыл. Там мне выпускали 12-дюймовый планшет. Ну почему забыла, может? Ну просто забыла, потому что забыла добавить USB-шные порты. Хотите, через перехники используете, через USB Type-C? Ладно. Так. Что Type-C? Ну через это. Микро USB. Микро USB. Ну что, вернемся к ASUS. Да, к Самсунгам. Да, к Самсунгам. Я все интересовал. В чем разница, зачем мы тогда перешли все на Micro USB с Mini USB? Ну. Размеров, по-моему, никаких, да? Ну почему Micro чуть поменьше? Ну не, он поменьше, он в толщину поменьше. Оказывается, просто Mini USB рассчитан на большее количество в одну выпнув. Микро USB. Микро, микро, микро. Микро. Новые, да. Понятно. Почему тогда мне, кстати, интересно, не смогли тогда даже перейти вот туда? Зачем было вводить эти Micro, когда можно было бы сделать сразу Type-C? Запустили, вы запустили. Теперь мы опять... Опять вот эта куча проводов. Почему нельзя было использовать всегда, как на Nokia? Вот вставил и безразнится с какой стороны. А эти тяжело проводить. Дорожки. Дорожки. В принципе, да. Ты там не заведешь только дорожки. Там же эти, там же... Еще они достаточно часто... Куда? Куда? Нет, мы говорим про то, что прокруглые провода. Прокруглые, как у Nokia раньше было. Там они ломались очень часто, там же иголочка вот эта была. Ну, не иголочка, а как-то контакт единственный. Я выкинул 34 эти заряды на Nokia. Зря выкинул. Нет. У меня дома до сих пор Nokia валяются рабочие. Эх, ладно. Я знаю, где их достать. Да? Да. Да. Еще недалеко, да? Ха-ха-ха-ха. Ладно. Ну что, что еще у нас, кроме того, что Jack убрали? Давай, у меня бомбит от этих просто... От чего? От этих количеств проводов перехода. Ты смотри, с момента появления смартфонов у нас было в использовании микро-USB. Потом, ну, сначала мини-USB, микро-USB. Потом, если считать еще Apple-овских два провода, да? Три. Лайтнинг. Три. Еще три. Вот эти вот лопатки тоже менялись. Первый, да. Их две было. Насколько я помню, их две было. И либо они были разные для iPad и iPhone. Вот, по-моему, как-то так было. Но я могу ошибаться. Что-то я не помню, чтобы лопатки были разные. Вот, подскажите, друзья, в комментариях. Может, я не прав, но мне казалось, что там две разные лопатки было. Может, была другая лопата? Может быть. Может быть. Но я помню, что лопаток там тоже было две версии. Четвертые провода, да? И только сейчас... А, ну, лайтник еще. Лайтник еще, да. Давай считаем, что лопата была одна. Тандерболт. Ну, правда, его для зарядки вроде не используются, но это другое. Окей. И вот мы только-только в первый раз подошли к реально нормальному порту USB Type-C. Причем, что меня бестит в этом Type-C, он же, зараза, толстый. Ну, он не маленький, да. Он толстый. Вот спорим, будет какой-нибудь микро-USB Type-C. Нас опять заставят выкинуть все наши провода и накупленного Ну, вот, кстати, с этим я с тобой не соглашусь. Скорее, они выпустят Type-D или Type-B. Уж не знаю, там, в какую сторону. Давай заберем его через пять лет. На через пять лет? Чего вы все хотите со мной забиваться-то, я не понимаю? Все со мной хотят забиваться через пять лет. Мы через с тобой, через пять лет с тобой вообще разговаривать, еще общаться-то будем, я надеюсь. Я знаю, что ты боишься спорить, когда знаешь, что проиграешь. Нет. Ну, я уже два раза проиграл и при этом все равно поспорил. Ты сейчас не хочешь спорить? Ну, на что мы собиваемся? Окей, ладно, давай. Я не знаю, я вообще здесь стрим провести. Через пять лет. На Type-B или Type-B. Восьмого в декабря. Да какой Type-B? Просто будет другой разъем, он будет уменьшать. Именно Type-C будут уменьшать? Да, будут уменьшать его. Да это уже через год случится, сто процентов. Да они, может быть, даже не Type-C уменьшат, они придумают что-нибудь новое. Прямоугольным делать не будут, сто процентов. Кого прямоугольным? Ну, Дима, он предполагает, что сделать его прямоугольным. Нет, это явно не так. Как с этим было у вас? С кем? Зарядки в ноутах. Что вы сейчас прямоугольные делаете? Зарядками в ноутах это вообще полная беда, это я не понимаю. Причем даже в рамках одной компании, знаешь, условно Acer могут зарядки каждый год. Новые, новые, новые. Чего? В рамках одной серии они даже разные, меня вот это больше напрягает. Такое тоже бывает. Может быть. То есть, в рамках одной компании, ну ладно, окей. У меня Acer'овский ноутбук не первый, да, у меня было три Acer'овских ноутбуков. У всех разные зарядки. Нет такого, что у меня сейчас вот есть три зарядки, да, для моего Acer'а. А знаешь, что у меня еще, кстати… Нет, все разные. У меня были причем даже универсальные зарядки. Я покупал специальный универсальный зарядок, который валялся в одном месте, я к ней мог подключать разные ноутбуки, да. В пик там не работает, потому что у этого совсем новое, которое даже не входило в набор универсальный, который я покупал год назад. Ну вообще, ну просто ад какой-то. Зачем? В общем, знаешь, что меня больше всего напрягает? Ну, хотя ладно, не больше всего напрягает, просто тоже вопрос, который я немножко не понимаю. В блоках питания, почему нельзя использовать стандартные патч-корды питания, вот как вот эти вот в компах? Почему нужно вот эти вот три юзать? Трехконтактные. Не знаю, слушай, ну трехконтактные. Очень странно. То есть, вот это вот тоже трехконтактные. Да, да, да. Я что-то не копался в этих проводах, может, нам кто-нибудь расскажет. Вадим, не расскажешь нам про провода? Да, вдруг ты знаешь. Нет? Нет? Жаль. Если ты не знаешь, давайте расскажите, чем они сильно отличаются друг от друга, вот эти вот ноутбучные трехконтакты. Ну, скажем так, ноутбучные, давайте так, они стандартные. То есть, в принципе, трехконтактных можно купить. Ну, ладно, да. Ну, в любом магазине, даже вот у нас сейчас пойдешь в коробку, там этих штук 10-15 их найдется. Нет, кстати. Я нашел тут нормально. Ну, не 10-15, там штуки 2-3. Ну, найдутся, да, тут их можно купить. А вот, ну, когда мы говорим вот про эти вот провода, ну, это же надо реально пойти и специально купить и отвалить за него нормально денег, потому что вот этот вот интерфейс новый. Входной порт ноутбук. Смысл? А что они там как? Я не знаю. Плюсы-минусы по-другому сильно располагаются. Сильно это большая разница для них была. Вон у нас, кстати, это по поводу бомбежки. Меня G1 Gaming набрал за 32 тысячи на Черной Пятнице. В целом работает отлично. Из минусов можно отметить, что могут пищать дроссели при высоком фпс. А что за G1 Gaming? В старых играх это если прислушиваться в наушниках не слышно. Ты часто слушаешь к тому, как у тебя пищат дроссели? Бывают дроссели и так пищат. Я же говорю, на старых платах был, особенно МСАИ грешило сильно. Как начнут там, не знаю, вентиляторами управлять? На самом деле, если... Ну, кстати, последняя серия у них хорошая прям. Попробуйте залочить вентилятор на определенную скорость. Возможно, писк сильно уменьшится. Очень часто бывает, что как раз на разгоне, торможении вентиляторов в карты начинаем запускать дроссели и пищать. Мне очень приятно. Ну, с покупкой поздравляем. Правильно же 1070 вы взяли? Ну, видимо, да. А, нет, Radeon RX 480. Тоже хорошо, тоже достойный. Вот сейчас, кстати, еще важный вопрос. Есть ли смысл брать сейчас AMD 460? Важный вопрос нам. Серж пишет. Привет, парни. Здорово, Серж. Да, чего RX 460 брать, если есть, деньги берите. Я что-то как-то по-другому не умею отвечать. Смотрите тесты, что тянет. Да, 1070, пишет, взял, G1. А, нет, это другой вопрос ответ был. 1070 всегда за 32 тысячи. Джесс, поздравляю. Хорошая покупка, достойная. Да. Ну что, давай вернемся к новостям, наверное. Да, давай. Слушай, тут, ладно, давай завяжем с этим S8. Я что-то расстраиваюсь так из-за этих 3,5-метровых джеков. Давай скажем, что у S8 еще, скорее всего, будут стоять динамики от Harman Karno, но это довольно логично. Ну, неплохо, да. Даже два, я так понял. Какая разница, плохо-неплохо, все равно то же самое получается. Вот они что бы туда не ставили, что в ноутбуке, что в телефоны, да, Harman Karno, DineAudio, JBL, что только не понапишет. Как оно звучало, так оно и звучит. Вообще никакой разницы, что там написано. Ну, для колонны, кстати, да. Для динамиков ноутбука... А еще мне нравится этот вот сабвуфер. Ну, бывает, но ноутбук встречается, он с сабвуфером. Ну, зачем вы его называете сабвуфером? Ну, снизу ставят, да, типа... Это динамик вот такой, 2-3-дюймовый, знаете, вот так вот. Ну, назовите его среднечастотник, да, но это будет правильно, честно. Они реально лучше звучат, когда там штука такая есть. Ну, сабвуфер, понимаете, сабвуфер, это когда у тебя все дрожит вокруг. Когда у тебя вот такая вот штука стоит. Вот такая вот, вот тут 12 дюймов хорошо, когда сабвуфер лупишь за задними сиденьями. Знаешь, как классно? Не спорю. А у тебя зеркала начинают дрожать, вот. Мы с тобой как-то ездили, да? Ты включал на полную свою музыку, ага. У меня спокойно. Не-не, у меня хорошо это стоит. У меня музыкально. Бывают такие... Мне очень нравится, бывает, в тачке приезжаешь, знаешь, сабвуфер, а у него багажник этот вот, металл... Весь дрожит, у нас машина не справляется. Нет, как-то рассказывали... То ли брат троюродный, то ли еще кто-то у них, короче, периодически в Саранске проходят, типа, съезды таких людей, которые якобы аудиофилы, ну, да, автозвуком занимаются, которые впихивают кучу всего. Там как-то раз приехала, короче, то ли Запорожец, то ли что-то такое. У него вытащено было все. У него туда были запихнуты какие-то вот такие вот колонки. И просто когда он включал музыку на полную, такое впечатление, что у него там стекла скоро лопнут. Ты знаешь, зайди на канал, есть такая компания Loud Sound. Они ведут на Ютубе свой канал, где, смотри, что там, ребята. Там машина геометрия меняется. Там хозяин команды, ну, эта компания, он, в общем, бэху-пятерку собрал звук в ней, они уже крышу у него смяло. Ну, потому что он реально меняет с геометрией от звука. Машины не выдерживают этого. Ну вот, а самое интересное, по поводу Запорожца говорил, у меня у знакомых строят, по-моему, девятку. Вот тоже все выкидывают. Самое страшное в этом деле – запитать вот это все количество музыки. Это очень тяжело. Они, короче, три дня заряжают аккумуляторы для того, чтобы она 15 минут отыграла. Ну, выставочную тачку делают. Просто чтобы все это запустилось и 15 минут поиграл. Да, да, сутки-двое суток заряжают их. Пиздец. И при этом даже заведенным двигателем, небось, все равно пятна… Ну, те же там, небось… От сети заряжают их. Нет, я понимаю. Там двигатель гены не справляется. Вообще? Ну, как, ну, может быть, там через годик зарядится. Пипец. Ясно. Ладно. Ну что, двигаемся дальше. Про Apple у нас уже новости. Про Apple. Ну, кстати, давай еще про новое прикольное новое стало. Ну-ка. Появилось, да. Samsung, в общем, возвращает. Они, короче, с этими ноут седьмыми, они сказали, что мы все должны вернуть эти седьмые ноуты. Ну да. Мы их будем уничтожать, там переделывать. Ну, скорее всего, просто переработать, чипы вытащить в новых корпусах. Ну вот. А люди не возвращают ноуты седьмые. То есть, им нравится телефон и говорят, нет, мы будем пользоваться. Пользоваться. Все, не вернем денег. Там, кстати, даже кто-то пытается судиться еще. Те, кто вернули, короче, пытается судиться сейчас с Samsung и требует от Samsung по 450 баксов на брата за моральный ущерб. Ну, типа того, да. За то, что они тратили время на возврат в магазин и вот то, что телефон возвращает. Ну, было такое, было, да. Ну, там, по-моему, ничего не светит. Ну, понятное дело. Samsung умеет судиться. Samsung, кстати, у Apple дело выиграла опять. Там они какой-то с 11-го года, по-моему, там тянется по поводу того, что Samsung якобы скопировал дизайны плоских телефонов. Ну, там опять отменили штрафы какие-то. Ладно, не суть важная. Короче говоря, про ноуты с ими, они как стали возвращать требуется? Во-первых, они выпускают принудительную прошивку на телефон, которые не спрашивайте обновляться, не обновляться и ограничивают максимальный заряд до 60% у телефона. Ну, если продолжать пользоваться. А вот в Австралии они, короче, вообще договорились с сотовыми операторами, чтобы те блочили в сети ноуты седьмые. То есть, они просто сетью не смогут воспользоваться? Да, просто не могут воспользоваться сетью. Ну, становится, ну, грубо говоря, кирпичом. Кирпичом с Wi-Fi. Купец. Не, ну, при этом, ладно. Найдутся люди, которые смогут разблочить их просто, чтобы их телефон определялся, как какой-то другой. Ну, потому что много такой инфы. Геморрой, геморрой. Там не такой геморрой, на самом деле. Я бы вернул бы. Ну, я бы, наверное, тоже вернулся. Вопрос не в прошивке, там даже это все намного проще как-то делается. Просто нужно получить рут на телефон. Кстати, Samsung, да, с этим у них проблемы, да. Не получится, видимо. Я просто помню, как-то года три, по-моему, назад была фишка в том, что тебе на какой-то телефон, то есть если у тебя какой-то телефон есть, тебе навсегда, по-моему, то ли в Dropbox, то ли еще где-то прибавляло что-то, какое-то количество гигабайт на облаке. Вот. У меня многие друзья просто типа с помощью рута меняли свой телефон на тот телефон и получали себе эти заветные гигабайты на облако. Да я не спорю, у них хорошо. У меня Microsoft дают терабайты, я, в принципе, сейчас. Ну, ты 365 себе покупаешь. Да, пошли. Мне, в принципе, хватает терабайты от Mail.ru облако. Вот единственное, чего не хватает в OneDrive. У тебя в OneDrive терабайт? Да. Охренеть. Ну, при этом, как бы, я довольно много плачу. Слушай, ну вот, кстати, я вот, знаешь, что единственного, что я не могу понять? Они по-тихому повышают цены на него. Да? Да, я что-то начинал меньше 300 рублей, сейчас 400 уже. Заметь. Сейчас 400 уже. Ну, где-то примерно к этому. Я просто задумываюсь прикупить себе. Просто смотри, я вот этого понять не могу. У меня SSD-шка стоит. И OneDrive у меня на SSD-шке. Зря. И вот, если он у меня разрастется до двух терабайт. Он растет, как я вообще не знаю, кто. То что? То что? У меня не хватает места для папки OneDrive. Я не знаю, что сейчас сделали, но я как-то раз переносил OneDrive на другой диск, лучше бы этим никогда не заниматься. Это какой-то тихий ужас просто. Не, ну просто он у меня... Причем его же страшно, понимаешь? То есть он вроде... В десятке это еще страшнее. Создает новую папку OneDrive на соседнем диске. Но старую он не удаляет. А она так и висит. Не может перенести. И ее страшно удалять. Потому что вдруг что-то засинхронилось, да. Потому что это облако он может сделать так, что у тебя эту старую удалил и у тебя упадет вообще все. Да. Ладно. Давай двигаться дальше. Давай двигаться дальше и расскажем. Прикольная новость для тех, кто до сих пор верит, что Apple не рекламирует себя, потому что она Apple так классно продается. Брехня. Еще раз подтверждаем. Тут в общем посчитали, сколько Apple потратила на рекламу своей продукции, в том числе и телефону. И оказалось, что она потратила больше денег, чем Samsung. Вот так вот даже. Окей. Причем если взять вообще те же ценовые Samsung, это вообще все включая, все стиральные машинки посчитали. Ну вообще все. Ну понятное дело, там у них много продукции. Если это выкинуть, то там вообще такие соотношения. Да. Лишь Apple потратила 97 миллионов долларов, а Samsung 80 – это по рынку США. В основном. Вот это к тому, как Apple себя не рекламирует. Рекламирует еще и будет здоров. Конечно. А вы говорите, Apple что? Им не нужна реклама. Да, зачем? Конечно. Не нужна. Кстати, про Apple еще. Тут они дело открыли. Нам какое? Против какого-то чувака с завода Foxconn. Но Apple же дело с на Foxconn. Ну да. Короче, мэн в течение долгих-долгих лет воровал айфона с завода. Наворовал 5600, то ли 5700. Сколько? 5700 айфонов спер, прикидываешь, в заводы. Черт. На полтора миллиона долларов. Черт. Его только поймали. Черт. Самое главное. Каким только поймали. Он спер 5700 телефонов, поймали. Вот это что за контроль такой? Он правда, как я понимаю, работал мужик на каком-то контроле качество. То есть, ему приходили телефоны бракованные, которые списанные уже. Которые он должен был разобрать и уничтожить. То есть, полностью списать. А он их вместо этого налево продавал. Ну, вообще, отдаст. Конечно, он там вроде каких-то сотрудников подговорил с кем-то там. В долю, видимо, вступил. А прикинь, сейчас люди такие новости читают. Говорят, слушай, ты говоришь, что мы всего 1000 вынесли. Нет, знаешь, знаешь, такие, и сейчас кто-то из наших зрителей такие, блин, а я же у него с Алиэкспресс заказывал. Такие, в смысле, лавочку прикрыли? У него же дешевле всех на Али было. Пятерка и 5s, да. Он хотел открывать бизнес 365 телефонов. Не, ну ты просто прикинь, 5700 телефонов. Подожди, это за год или за сколько? Он не коробка, я не знаю, за время, которое он работал. За время, которое он работал. Да, но у него высокая должность довольно была. Пипец. Пипец. Ну, короче, вот так вот, да. Да, назначили ему 10 лет тюрьмы. Ну, окей. Ну, еще придется, небось, денег вернуть. Ну, скорее всего, я не знаю их там какие законы. Вот. Ну, либо просто это, отработать заставит. Надо работать. Да, ладно. Ну, что. Давай дальше поедем туда. Промото новость. Ну, все, мы уходим, кстати, у нас закончились большие новости практически. Ну, ничего такого больше не было. Ну, я говорю, опять же, до CESA ничего не будет. Будем всякую фигню читать. Еще под этим эмбарго. Ну, тем беда. Ну, про мото. Помнишь, мы тогда обсуждали то, что вот эти, ну, на прошлой неделе в России Lenovo представила телефоны Moto Z. Да, Moto Z. Фишка их в том, что это, ну, как бы топовые телефоны, там, 50 тысяч стоят. Вот. И к ним модули продаются. Ну, ты рассказывал, да. Ну, мало ли кого. Вчера я забыл, в прошлый раз посмотрел, да. То есть там камеры всякие можно приделать, проекторы стоят довольно дорого все это. Ну, вот. И мы обсуждали про то, что как будет, что будет с этим бизнесом потом, да. То есть не бросили компанию Lenovo. Ну, да. Ну, так вот. Lenovo сказала о том, что она не то, что не собирается бросать, но в год собирается выпускать по 12 таких вот новых штуковин. Ну, например, для телефона. Вот. Уже поговорили о том, что появится пришлепка с этим, с Янг-экраном, чтобы читать книжку. Клевую вещь. А вот этот телефон бы взял по тесте. Я думаю, тебе Толян может его продать, если хочешь. У Толяна есть этот телефон? Ну, не у Толяна. А, ну, ладно. Но есть. И не его, но он может его продать. Прикольно. Ну, вот. Поговори с ним. Винг дисплей сзади будет. Ну, реально. Мне, кстати, очень нравится эта тема. Вот. Какие-то подсветки, контроллер, дистанционный пульт управления будут. Жесткие диски, приложенные к этому телефону. В общем, все. Ребята разошлись. Ну, не знаю. Самое прикольное то, что, мне кажется, это было... Алярма будет выпускать. Алярма – это будильник. Типа, чтобы прямо... Я думаю, не вжи. Я думаю, чтобы ставить на стол, как бы, цеплять туда можно зарядку с всеми делами. В общем, атащ. Ребята, что-то там разгоняется. Ну, это круто, круто. Не знаю. Самое, кстати, полезное, на мой взгляд, это дополнительная батарея. Остальное, мне кажется, будет... Я фотик хотел бы. То есть, если бы мне прислали, я бы с фотоаппаратом попросил. Да. Райтер не нужен мне, наверное. А вот с фотоаппаратом я походил бы. Очень прикольно. И часто пользуешься фотиком на телефоне? Да, постоянно. Я даже перестал доставать обычную эту цифру. Да. Безеркалку. Я вот тоже в последний раз, когда в водку ездил, тоже не брал. Ну, удобно как бы. Камера на телефоне – это реально хорошо и классно. В принципе, ты снимки получаешь вполне достойные того, чтобы даже, ну, кинуть их на печать 10 на 15. Да, там будет не очень все клево, не очень красиво, но чтобы посмотреть, вот просто тебе там показать, Facebook опубликовать. Ну да. Или даже просто потом посмотреть на экране, ну, без там, без претензий на то, что плакаты печатать, телефон вот так вот. Единственное, только бюджетный телефон не очень хорошо снимает. Ну, там очень часто все зависит от софта, к сожалению. Ну, там не только от софта. Да, от софта все зависит. Смотри, берешь, допустим, не знаю, какой-нибудь самсунговский, я не точно не помню, кто там использует. Ну, помню, самсунг, соневский модуль использует. Ага. Или соневский. Иксмор РС. Нет, сонев производит это точно. Я знаю, что сонев производит сенсоры, их юзают практически все. Ну вот, допустим, у условного самсунга этот сенсор снимает просто вах, очень красиво, очень классно. Берешь родной соневский телефон с его же родным соневским сенсором и он отстает. Да? Сильно. Значительно хуже. Да, да, бывает очень хуже. Я сравнил, когда топовый телефон, я просто последний раз сравнивал телефон и брал еще во времена Xperia Z3 Plus года два назад. Да? Да, LG G4 был как раз, Z3 Plus и Samsung к нам так и не приехал. А зря. Мог бы и заехать. Так, ну что? Что, давай продолжать. Продолжать, что там у нас в следующий раз. Тут цены на SSD. Да, это опять покупки железа, кто там собирается что-то брать. Цены растут, цены должны вырасти на матрице, обещают. Потому что очень много. То есть моники будут расти. Потому что очень много. Моники, телефоны. Надо успеть себе второй. Растет цена на память. Причем на память на всю, на оперативку и на SSD. Как-то я прям разогнал с коллсом, чтобы сейчас перечислить очень много всего. Очень много всего, там всего две. Да, оперативка и SSD, потому что как бы опять же, это все дешевые китайские телефоны, потому что очень много. Большая потребность памяти. Огромная потребность памяти. Ну, допустим, почему сейчас очень многие телефоны стали выходить на 3-4 гигабайта оперативки. Из-за того, что они все такие щедрые. Потому что модуль на 2 гига закончился. Реально тебе говорю. Есть такое. Все будет дорожать. Короче, память подорожает, дисплей подорожает. Кто хочет, покупайте. Сегодня. Пока все это не взлетело. Но там вряд ли намного-то взлетит. Слушай, здесь 12% довольно серьезный. Ну, тогда да, довольно серьезный скачок. Да. Слушай, у нас пока доллар падает с евро потихоньку. Ну, падает чуть-чуть. Он так падает. Может, цена изменится рано или поздно. Все-таки должны сделать. Нет. Она меняется. Она как бы ее сейчас видны изменения, если сравнивать. Ну, понятно. Она просто не меняется так, как она росла. Давай, следующую новость зачитай ты. Моя новость новичная. Я просто ни то, ни другое не знаю. А, да. Я думал, ты что-то… У нас просто тут новость, что будет сейчас про консоль и Microsoft. Я думаю, Вася совсем смехнулся и не знает. Ни про PlayStation 4, ни про Microsoft, ни про контроллер. Конечно, не знаю. Кто бы это мог быть? Где-то слышал. Microsoft. Что-то знакомое. Ну, смотри, Windows 10 делаю. Да? Да? Ноутбуки Surface. Да ладно? Правда, что ли? Есть, да. Подожди. И Xbox. Слушай, где-то я это уже видел. Что-то знакомое. Что еще говоришь? Surface? Короче говоря, новость у нас. Вася пока вспоминает и читает, что такое Microsoft. Расскажем новость. Компания Fitbit покупает Pebble. Рассказываю, Вася. Ха-ха-ха-ха. Вот так вот, знаешь. Давай, мочи. В общем, короче, одна компания, которая производит умные часы, приобретает другую компанию. Нет, короче, Fitbit, она не делает умных часов. Fitbit – это очень известная компания, которая делает именно фитнес-трекер. У меня есть даже один фитнес-трекер, который мне дали на тест. Я неудачно зарегал на себя, и мне сказали, надо ставь его себе теперь. В смысле? Его больше невозможно куда-то перерегать. Да, он точно привязался как устройство, и все. Да ладно, его даже удалить, что ли, нельзя? Очень странно. Очень странно. В общем, Fitbit собирается, из-за этого наделал только фитнес-трекер. Сейчас собралась на рынок умных часов, но так как они не особо в этом деле… У них какие-то уже были. Фитнес-трекают, но они вот выпустили там одну-две модели. Понятно. И они решили купить Pebble. Причем Pebble в свое время, когда только вообще стартовали все эти часы и вообще вся эта история, Pebble была одной из первых, кто делал реально рабочие часы. Реально удобные. Ну да, более-менее. То есть, очень многие. То есть, прям там целое фанатское сообщество вокруг этого Pebble. Но вот Fitbit решил его купить. Причем, что обидно, Fitbit совершенно ее не интересует отдел именно железный Pebble. То есть, они уже говорят о том, что, скорее всего, все это закроют и забирают только софтверных разработчиков, чтобы эти, ну, менюшки рисовать, какие-то такие, красоту наводить на часах, чтобы все сработало. То есть, появилась новость о том, что сотрудники Pebble получили от Fitbit приглашение на работу, причем получил только софтверный отдел, хардверный. Вообще там, прикинь, в печали сейчас сидит полностью. До свидания, ребят. Сделка, кстати, не очень большая. Всего 40 миллионов долларов. За всю компанию. Окей, ладно. Тут некоторым послышал, что не Pebble, а Apple. Представляешь, Fitbit такие. Не, а могли бы, да? Может, Apple приобретели? А какие хотели Pebble, случайно Apple? Случайно просто, да. А почему такие? Знаешь, в банк звонят, ребята, а почему у нас такое большое списание со счета, да? Что-то это, слишком много. Вроде 40 миллионов. Что-то много. Что-то много. Мы, вроде, меньше заказывали. Вот там ничего не перепутали. Apple купили? Что? Подождите, а что они производят? Телефоны? Яблочные компании. Телефоны? Помнишь, как это? Да. Еще я купил яблочные компании. Яблочные компании. Да. Что это за яблочные компании? Фрукты, наверное, какие-то делают. Фрукты, наверное, продают, да. Ладно. Что там дальше? Ну что, переходим. Про консоли и телеки. Бомби, про консоли. Консоли Microsoft подозрительно оправдываются. Оправдываются они следующим образом. Ребята, вы не забывайте, что мы будем стараться держать планку цены, чтобы это была цена консоли, а не ПК. Ждите upscale, друзья. Так, погоди. Я просто не знаю, что здесь говорить. У нас Xbox как новый будет называться? Scorpio. Scorpio. Scorpio чисто на словах там вроде как чуть быстрее PlayStation 4 Pro, как я понимаю. Ну, не чуть быстрее. Ну, 6,4,7 десятых тарафлопа, да. То есть, 6 у Xbox, 4,7 у этого. Давайте так, тарафлопом мерить вообще ничего нельзя. Ну, сложно. Я вообще не советую этот день даже заниматься. Бесполезно. То есть, это какой-то чисто примерный. То есть, допустим, было в тарафлопах очень удобно, когда PS4 Pro слила информацию про производительность графики, да, назвала конкретное число тарафлопов. И по этим данным просто можно было бы следить, что это RX 480. Да, да. Ну, как бы мы поняли, да. Знаешь, тарафлопы у всех разные. То есть, ну, как бы вот, ну, несравнимые производители. То есть, допустим, какой-нибудь, не знаю, Core A7-6700, который там берет 1,7 тарафлопа, ты не скажешь, что он медленнее видеокартных, которым берет 6 тарафлопов. Ну, это разные задачи. Ну, да. И о чем говорит Microsoft с вами Scorpio, это неизвестно. Короче говоря, Microsoft, видимо, спросили про то, что у вас там Scorpio, как она будет. Как поживает. Насколько быстро. Что нам ждать. А он вместо того, что сказать, что мы PlayStation 4 сейчас, да, вот такую консоль делаем, 6 тарафлопов. Куда вы там смотрите прошку, у нас 4K. Да, он сказал, ну, ребят, ну, мы же все-таки делаем консоль, а не топовый компьютер. У нас там баланс будем соблюдать, память правильно подбирать, процессоры, шины, вот это все. Ну, это, ну, реально какое-то оправдание, это бред. Нет, Microsoft как, ну, понимаешь, ну, тут никто же не выходит в мире компьютеров, да, вот так вот. То есть, там AMD представляет карту, да, вот у нас там было, там, 200, там, 90, мы какие-то там запускали, 290 их, да. И она там вашу 700 порвала, нет, NVIDIA делает так, ребята, у нас есть TI, давайте меряться будем. Ну да. И начинают все меряться. Да, здесь, ну, что это, детский сад какой-то, по-моему. Ну, не знаю, в общем. Ну, не серьезно, не, ну, сказали бы, ну, даже есть бы навро, прибрал бы, знаешь, сказал бы, что... Ну, не то, что приврал бы, а типа, ну, ждите. Я просто сказал бы, настоящий 4K, все. Да, 4K будет. Ну, какие-то оптимизации. Будет 4K? Очень странно, очень странно. Сами тоже говорили вот эти 4K. Ну... Ну, они же номинально, типа, сделали 4K, вот-вот. Ну, судя по всему, Microsoft тоже. Видимо, возможно, будет обскейл. Ну, либо, ну, если не обскейл, то, ну, не знаю, что. В общем, что-то у них, возможно, может пойти не так. Либо они просто за это пока что переживают, и поэтому говорят, что в следующем году на новогодние праздники. Понятно. А вот думаешь, на веге сделают? Да, ну, нет. Ну, какая вега-то, и о чем? Они будут все то же самое. Да уже 480, скорее всего, будет стоять. Ну, что там еще могут поставить? Не знаю. Если он производительный, нам вряд ли 480. 485. А почему будет производительный? Я же тебе говорю, нельзя здесь мерить тарафоп. Неизвестно, что за тарафоп. Может, они сразу, может, они складывают графику и процессор. Ну да, учитывая, что у них до этого вообще... А, нет, не у них упал. Чем они занимаются? Как они считают? Знаешь, это как вот динамическую контрастность считают на телевизорах и проектах. Миллион к одному, двадцать тысяч к одному, десять тысяч к одному. Ничего страшного, что там в реальности меряешь триста пятьдесят к одному, пятьсот к одному. Ну, реально ты контрастно меряешь, когда у тебя черные и белые вместе. Не, нормально пишешь. Здесь тоже самое могут так же писать. Неизвестно, что за шесть тарафоп. В общем, будем ждать более подробных информаций, видимо. В семнадцатом на новогодние праздники. То есть, уже в конце семнадцатого. Ну, кстати, дорослим до графика. У меня, к примеру, в Xbox One, когда я рассматриваю PlayStation 4 и Xbox One, меня очень сильно останавливает графика в Xbox. Но она реально какая-то ущербная. Ну, когда смотришь сравнение график. Тоже там Final Fantasy 15. Вот я вот смотрел этот видос. Ну, вот стремно выглядит Xbox. Ну, вот Гназа Алекс правильно говорит. Сколько тарафоп в Xbox не засунут, за Last of Us там не появится. Ну, это другой разговор. Ну, не появится, не появится. Что делать-то? Это совершенно другой разговор на тему консолей. У нас тут все-таки железная передача. Консоли тоже железо. Ну, консоль тоже железо, но игра на них. Знаете, сколько много железных слов? Терафлоп, гигабайти в секунду, 4К, железо, железо. Так что там про Last of Us? Не появится его на Xbox One. Она как геймплейная. Это просто бред полный. В смысле бред полный? Тебе не понравился Last of Us? Нет. Игра, сюжет, подача, вот это все, она офигительная. Это реально одна из лучших игр именно по сюжетке. Тебе геймплей не понравился сам по себе? Геймплей, он ущербный. Ну, он ни о чем. Ну, он как бы из локации в локации, ты делаешь все одно и то же. Кинул кирпич этому в башню, пошел, пристрелил его или чем там убил его. Я не помню, просто на плойке проходил. Я помню, что оно вымораживало полностью. Я в конце концов просто изи поставил и стал их пробегать. Не парился. Ну да, но он зря тратит время. Ясно. Ладно. Что там еще у нас? У нас новая погода. У меня опять запутался ссылка. Да, Microsoft нам вернет старые добрые контроллеры. The Duke-контроллер для Xbox One. Знаешь, что он вообще про него? Я просто посмотрел на этот полститчат и понравился, я добавил. Он, судя по всему, с первой консоли, с Xbox One, который Arcade он, по-моему, назывался, или что-то в этом роде. И, видимо, кто-то из ребят решил, что давайте-ка вернем старый добрый формат. И, видимо, многим он нравится, судя по всему. Единственное, что мне в нем не нравится, это стрелочки. Они неудобные. То есть... В боксском джайстике? Да нет, по-моему, нормальные. Нет. Это как в 360-м. Они неудобные там. Да нормально. Для файтингов они неудобные. А я в файтинге не играю. Мне просто... Ну, тогда вопросов больше нет. Просто в файтингах он неудобный, потому что нельзя прямо чисто вниз нажать. У тебя часто он сползает куда-то влево, вправо, еще куда-то. Слушай, я играю в файтинге в таком состоянии, что мне уже все равно. Сползает оно, не сползает. Там самому бы не сползти, знаешь. Понятно. В последний раз когда. Понятно. Все с тобой. Я думаю, что в файтинге тебе как раз нужны вот эти все дополнительные направления. Там, высные, скособы. Да нет. То, что нужны, я знаю. Они неудобные все равно. На самом деле, для файтингов можно купить спец-жойстики. Которые вот... Аркадные вот это вот. Вот это самая крутая штука. А у этого есть, по-моему, сайд-эко такой. Да. Немного у кого есть. Да, да, да. Ну, потому что очень маленькие тиражи. Очень маленькие тиражи, они на самом деле очень удобные. У меня, по-моему, есть сайтековский сайберг, он называется. Вот такой вот? Не-не-не. А, именно. У него крестовины вписаны не в круг, а в квадрат. Ты говорил, да. Его можно прямо чисто. И он четко фиксирует диагонали все. Именно стик фиксирует. Но это меня бесило, потому что я его пытался в фифу приладить. С долгом мучился. Фифи это было не очень. Потом сломал рейзеровские джойстики. Ой, рейзеровские у меня тоже сломался достаточно. Рейзеровские джойстики вообще огонь. У меня стик почему-то сразу же сломался. Он постоянно показывал вниз. Я не знаю, как с новыми, да, я не пользуюсь. Я тоже вот достаточно давно не пользовался. Как же он назывался? Razer, Cybertus, по-моему, что ли? А у них не так много, кстати, их. Да, но он очень клево. Он сделан офигительно. У него такие клавиши классные. У него клавиши, как от мышек, стоят очень быстро срабатывают. То есть есть у обычных боксов. Да, они очень хорошие. Они очень хорошие. Они ланялись месяца два-три. У тебя просто джойстики. Он стоил каких-то космических денег. Он стоил раза... Косаря по три. Он стоил в два раза дороже, чем 360-й. В тот момент, когда бокс стоил тысячу рублей. Ну, в два или в три раза дороже. Да, джойстики космические. Ну, на три раза. Не, ну я не спорю, что они офигительные. То есть они реально хорошо сделаны. Вот такой вот я брал. А, Onza. Вот у меня Onza была. Нет, у меня не была Onza. У меня был следующий. У меня Onza была. А еще клавиши сзади. Знаешь, мне на Cybertus нравилось. У него сзади были программируемые кнопки. Они сидели на болт, который постоянно разбалтался, и перед каждой игрой приходилось их подкручивать. Ну, раз перед каждой второй игрой. Ладно, ну, в общем, к Xbox One решили выпустить джойстик. Поговаривают о том, что могут вернуть. Да, могут вернуть. Ну, это будет, скорее всего, как... Об этом даже, помню, Microsoft заявляется. А чувак, который просто разрабатывал этот джойстик, он уже не работает. Microsoft, но он сказал, что я типа хочу и рассматриваю вариант. Ну, скорее всего, на Kickstarter за это создаст что-то вроде... Ну, собственно, производство подобных джойстиков. Если кто-то захочет поностальгировать, то милости просим. Плюс еще, учитывая, что там BattleTone... Не, ну, Razer, знаешь, под джойстиком. Кстати, вот я видел их новый Joy, который был выпущен вместе с Elite Microsoft. Угу. Угу. У него вообще классный. Не знаю, что с надежностью, но очень классный. Ну что, двигаемся дальше. Хотя, может, и сделали нормально. Понимаешь, как будут мышки Razer. Вот они живут по 6-7 лет. Работают и нормально. То есть, может, просто глюк был по тем джойстиком. Не знаю. А у тебя сколько прожил? Кто он? Джойст? Да. Ну, год, наверное, полгода где-то. Но я им не часто просто пользовался. Я себе для Xbox 360 его покупал. Угу. Не знаю, зачем. Потом у меня друг забрал Xbox 360, и я зачем-то ему отдал джойстик. Ладно, давай еще расскажем про Sony немного. А, да. Sony у нас что сделал? То есть, пока Microsoft оправдывал, Sony спросили, вы вообще, ребят, что, как думаете апгрейд делать после какой-нибудь Ultra Pro PS4, еще чего-то. В общем, они так и не сказали, будут, не будут. Вроде как, типа, мы не собираемся, но потому, что очень много сил потратили на прошку. Ну, понимаешь, из обычной PS4 вытащить видеокарту, новую поставить. Ведь на несколько миллионов, чтобы на курса перезабрать. Нет, там, знаешь, им было просто сложно взять одну PlayStation 4 и сверху налепить еще одну PlayStation 4. Это просто сложно, понимаешь? Нет, на самом деле я не понимаю. Ладно, шучу на самом деле. Нет, ну, это реально сложно. То есть, настроить производство на новую консоль, это достаточно сложно. Нелегко, но я думаю, это не катастрофа. Ну, ладно, это не прям какая-то катастрофа. Я бы на их месте просто сказал, все, ребят, это последняя PlayStation. Убрал бы название 4 оттуда. И, типа, сдал бы возможность менять видюхи. Зачем давать? Да пусть продают. Господи, там цена, в принципе, такая более-менее. Ну, как бы, ну, 35 тысяч она сегодня стоит. Ну, нормальная цена за полик, как бы, я считаю. Ну, раз в три года делайте апгрейд железа и все, и пусть графика растет месяц. Что вы думаете, что пылесос делать какой-то? Ну, замечательно. Я считаю, что мне нужна PlayStation 5. Какая оптимизация? Где оптимизация? В играх. Да откуда же вы всю эту оптимизацию берете-то? Волшебную. Да, и поэтому еще выглядит лучше, чем на компах. Зачем покупать комп, когда на PlayStation графика такая же? Да. И ты из этих. У меня на PlayStation даже графика лучше. Учитывая my.com, да. Ну, вот так вот. Что еще тут сказать? Не знаю, что сказать. Зря надо выпускать. Зря будет. Ну, скорее всего, через, не знаю, года два, наверное, будет. Правильно. Пусть обновляет. Ну, пришли на компьютерную архитектуру. Юзайте, юзайте все прелести компьютеров. У вас не будет проблем с обратной совместимостью. Все будет работать. Директ Х, он всегда будет жить. Ну, все равно. Сейчас вот двенадцатый появился. Я не уверен, что на PlayStation он используется. Должен. Должен, думаешь? Должен, должен. Ну, мы, конечно, не знаем, но вот. Должен. Не, мы должны об этом знать, но я, честно, не помню. Угу. Окей. Сейчас нам, может, Google поможет в этой неделе. Наши подписчики, читатели. Ну, кто-нибудь нам подскажет, да. Если кто-то вдруг знает в чате, тоже подскажите. Я бы сказал, должно. Да, вон, в 2014 году еще ноти-дог говорили о том, что Директ Х 12 будет установлен. А, на Xbox One и PlayStation 4, окей. Хорошо. Ну, почему нет там, как бы, GCN-архитектуры держат Директ Х 12? Ну, да. Не должно быть проблем. Директ Х 12 вообще ничего не дает, плюс там один кадр добавляет. Да и в какой-то, в одном из тестов он 3D Mark, в 3D Mark есть специальный тест для того, чтобы затестить, как хорошо работает Директ Х 12. И есть специальный тест под AMD-шной платы. У AMD-шников был же этот API свой, они делали в том году. Ну, не Директ Х 12. Я не помню, у них Вулкан назывался именно. По-моему, их Вулкан. Или Вулкан, нет, Вулкан это Стимовский, да, еще Вальвовский? Я помню, что это в Думе используется. А где еще используется Вулкан, я не знаю. И чья это наработка? AMD-шная? AMD-вулкан. Могу, запутался в этих названиях. Кстати, да, по-моему, AMD, я помню, с дровами там ставится что-то по типу Вулкана. А стим что делает? У них же тоже они... Вулкан, 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 да. Ох, какой стимотом называется. И короче, у них для AMD-марка специальный тест, чтобы тестить вот этот Вулкан, чтобы AMD-шные платы были быстрее NVIDIA в этом тесте. Круто. Ну, вообще очень неудобно. Круто. Они там, да, выигрывали. Так, ну че, давай двигаться дальше. Я тут смотрю у тебя про Nintendo Switch еще новость. Это не моё. Не твоё? Даже не твоё. Не моё, я не знаю. Что оно здесь делает. В общем, NVIDIA... Ёшкин-матрешкин, почему NVIDIA? Это Nintendo пообещала, что... Давай расскажем. Не, ну давай я просто скажу. Nintendo обещают, что будет эмулятор GameCube. Клёво. Наверное. Это классно, да. На мой взгляд. И в некоторые игры с GameCube можно будет поиграть на Nintendo Switch. Ну, давай дальше про телеки. Что-то там про телеки хотел сказать. Что Sony будут использовать лыжевские экраны. Я перебил, кстати, Nintendo. Я уже не хочу говорить. Не пишу телевизоры. Давай. Давай. Все, Sony объявила о том, что тоже все-таки собирается запускать OLED-телевизор больших диагоналей. Там 55-65 дюймов. Ну, Sony они вот выпускали один OLED 12-дюймовый за там 400 тысяч рублей. Угу. Но у них было, как мы вот уже рассказывали про то, что у Sony был настоящий OLED. То есть, я когда услышал про это, я обрадовался. Не, нифига. Теперь Sony тоже будет закупать матрицу LG с белой подсветкой вот с этими светящими диодами. Короче, ну, не true OLED. Зато стоить они будут труднее прямо. Вот. То есть, младшая модель будет обходить все открыто. Сынтур, хочешь прочитать на эту цену? Ну. Нет? Нет. А зря. Могут прочитать. Люди тебя хотят послушать. Нет, я смотрю, что ты знаешь. У нас в комментариях пишут, что мы зря попали в игроманию, потому что мы не можем с тобой джойстики от геймпадов отличить. А это нормально. В моем детстве джойстиком было все. Как бы, когда взрослели. Да, я знаю, что джойстик – это чистая ручка, это самолетная вещь. Геймпад – это то, что держит рука. Но как бы… Я прекрасно это понимаю, прекрасно знаю, то есть, что поделать. Верно, на поминкомах мы все писали, что это джойстик. Вот эти вот… Да, это был джойстик. Это всегда был джойстиком. Ну, как бы… Да, скорее всего, это привилось к нам, вот, неправильное использование… за западных… За западных… Да, да, да. Когда оно… Западных слов. Оно впилось голову. На самой приставке было написано, что это джойстик. Вот, видите? А Дима не даст соврать. На самой приставке было написано, что джойстик. Вот, все. Так что мы правы. Вот. Ладно, да. На самом деле, все правильно. Джойстик – это именно самолетная рукоятка. Это называется джойстик. Ну, и… Никто не спорит, и мы, конечно, просим прощения, то, что мы так вот называем геймпады некрасиво. Угу. Ладно, хорошо. Ну, что там по стоимости-то? Я не могу. Мне порт сказал, что вот ключи этот блок, иначе мы тебе ничего не покажем. Две тысячи за 55 дюймов и три тысячи за 65. И далеко не рублей. Далеко не рублей. Совсем не рублей. Да, долларов, друзья. Поэтому OLED-дисплеи от LG будут… От Sony. Ну, от Sony с использованием… Очень грустная новость. Я так надеюсь, что кто-нибудь делал все-таки OLED. Но там, видимо, цена, но совсем космическая получается. Я сделал все по-честному. Ну, видимо, да. Видимо, да. Грустно. Ну, что поделать. Если хочешь красивую картинку, придется отдавать за это хорошие деньги. Да. Ты, кстати, с этим, с HDR-ом так ничего? Нет? Не смог? Я и не пытался. Не пытался пока что-то. Не, не, да. У меня он был бэнк из золга на 144. Сейчас два ноутбука у нас мы взяли на тесты. Причем очень клевый ноутбук один. Эсеровский Predator 17-ка. Ну, там стандартная игровая модель. И Asus Strix, с которым ты работал. Самый дешевый ноутбук на 1060 и на 1070. Скоро будет видео про Asus. Стрик сколько? Стрик сколько? Стрик сколько? Чего Стрик стоит? А, короче, на 1060 он обходится в 106 тысяч рублей, а на 1070 в 126 тысяч. И это реально самое дешевое предложение на 1070. Причем собран-то он неплохо. На Core 7, да. Нет, я имею в виду. Ну, оформлен. Плюс еще оформлен офигительный дизайнер. Да, дизайн у них офигительный. Клевый. То есть, скажем так, если мы будем брать ближайшего конкурента от MSI на 1070, то это будет GT62 либо GS. Не знаю, появились они в России или не появились на 1070, но там GT62 VR будет стоить 150 с чем-то тысяч на 1070. А Asus предлагает практически ту же конфигурацию. Да, без многих плюшек. То есть у них там меньше софта, у них не будет рейдов из SSD. Но по производителям будет похожий и стоит на 20-30 тысяч дешевле. Да. Интересный ноутбук. Да. Ну что, пойдем дальше. Давай. Твоя любимая компания. Вась, искал. Вот спецом прямо вот искал новость по этой компании, потому что тебе нравится. Наверное, все уже знают, что эта компания будет. Давай, мочим. Xiaomi будет выпускать новый сенсор сна. Сенсор сна. Матрасы они будут делать. Сенсор сна. В общем, в самом матрасе это будет использоваться и будет следить за тем, как вы спите. Хорошо или плохо. Большой брат следит за тобой. Большой брат следит. Интересно, все будут твои телодвижения, так сказать, отслеживать? Я думаю, можно будет посмотреть такую карту, на которой будет показано, в каких зонах кровати ты больше всего лежал. Так, на кровати не только лежат. Вот если ты не понял намеками, да, то есть, как бы, знаешь, вот он классный сигнал прям передавал. Быстрее. Притормозите. Опасность, опасность сваливания. А потом еще показывал места, которыми в следующий раз не нужно. Потому что давал бы, знаешь, прям вот. Как в караоке. По силе, да? Подпевал иногда. Подпевал иногда. Подпевал иногда. Или сам музыку включал, да, нужную по настроению. А потом прекрасно начал склониться просто. Или уйдет от тебя. И уйдет от тебя, да. Из-за того, что ты стал слишком плох для всего этого. Или наоборот, не знаю. Для чего ты стал плох, Вася? Не знаю. Для матраса Xiaomi. Давай следующую новость. Там еще одна про Xiaomi есть. Да, там еще одна про Xiaomi есть. Что-то я не видел. Лупи. Ну-ка, сейчас подожди, дай-ка открой ее и посмотрю. Она прям так называется. И еще одна. И еще одна, я вижу, да. И еще они запустят LED-лампу. Классно. С Wi-Fi управлением. Вообще Xiaomi в этом деле зажигает. Я у них тут зашел на сайт, что они там только не выпускают. Ну, помимо матрасов, конечно, матрасы крутые, да. Вот у них куча каких-то умных розеток, умных лампочек, умных выключателей. Какие-то Wi-Fi, очень много роутеров, освежителей воздуха, роботы, пылесосы. Они вообще, то есть, прямо лупят, мне кажется, все, что только могут. Они производят все. Даже стиральная машинка есть у Xiaomi. Продается в России, можно купить. Просто огонь какой-то. Ну, ты думаешь, почему мне нравится именно эта компания? Потому что у нее телефон дешевый, ты себе купил. Вот и все. И у девушки твоей тоже Xiaomi. Вот и вся любовь. Что началось-то? А вот сломаются они, и все, прошла любовь, завяли помидоры. Будешь как-нибудь LG пиарить сидеть. Конечно, да. Ну, ты что топишь постоянно за Xiaomi? Я топлю за Xiaomi, и я топлю еще за Pixel. Но Pixel стали очень дорогие. То есть, Pixel, и это все, и заблочит твой аккаунт. Никто не заблочит мой аккаунт. Ох ты, господи. Ну, хотя, ладно, да, Google имеет на это право. В общем, не знаю. Короче, из Xiaomi вышла лампочка-светильник, которую можно подрубить к телефону, и можно управлять... Да, и управлять с телефоном с яркостью света. Ну, светом, да, вырубать свет. На самом деле, прикольно. Я хочу такую штуку. Единственное, я хочу купить просто контроллер. А чего не купишь лампочку от этого? С классным названием. Какую? А, это? Та самая. Та самая. Ща. А нас могут добыть? Нет, ну, в принципе, название лампочки хуе. Вот, если что. Хьюи, да. Хьюи? Хьюи. 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 Хуя. Да, ладно. На русском, да, считается HUE. Лампочка со встроенным Wi-Fi модулем. Да. И которая тоже меняет цвет. Нет, знаешь, лампочка, она есть лампочка. Я хочу просто купить модуль, который будет разорвать цепь. По Wi-Fi. Они заразы. Да без разницы, хоть на эти, просто с пульта управления. А хлопками? Хлопками она, да, ну не, хлопками. Как в этом фильме. Хлопки от разных вещей бывают. Будет у тебя включился, выключился, включился, выключился. Как и на матрасах, да. И матрас тоже, да. Включился, выключился, включился, выключился. Ладно, на самом деле самая странная штука, которую я тут недавно видел, Wi-Fi розетки. Вот я этого, если честно, вообще не понимаю. Есть какая-то штука, которая вставляется в розетку и передает Wi-Fi. То есть она, типа, не… Может, ты про репитер говоришь? Я не знаю. Мне объяснили, что это, типа, Wi-Fi розетки. Вставил в одну розетку, у тебя там даже чуть ли не из интернет появляется или что-то в этом роде, и в другую. И вот, типа, через сеть электрическую у тебя передается интернет. А ты что, не помнишь эти времена, когда тебе предлагали… Были провайдеры, которые приходили и выглупляли тебе этот… Просто в розетки запускали? Нет. Я этого не застал. Ну, тебе в сеть на 220, да, запускали сигнал инета. И это, типа, вообще нормально работает без всяких проблем? Да нет, конечно, никуда не пошло. Глюков был, как не знаю, может, тот пинг запредельный просто. Особенно в наших российских этих условиях, когда там лежит вот этот вот, знаешь, сколько там, не знаю, два с половиной миллиметра алюминия. Угу. И живет он там уже фиг знает сколько лет. Да, лет сорок. А по нему пытается… Без всякой оплетки и без силы. Но это на самой заре было, то есть, когда только-только-только-только-только запускали вообще… У меня просто этого не застал. Интернета не модемные, а переходили с модемов на провода. Угу, понятно. Ладно, тут еще слух появился о том, что Nintendo Switch можно будет заряжать через USB, и я так подозреваю, что это планшетная его версия, учитывая, что еще появилась информация, что все-таки док-станция к нему будет влиять на разрешение. То есть, планшет будет выдавать 720p без всяких проблем. Мы вроде говорили, что все-таки Full HD-шный. Он Full HD-шный, но когда вставляешь вот в эту док-станцию, потому что там, типа, есть какие-то охлаждающие элементы, там, видимо, будет вентилятор или что-то в этом роде. Вот. И как-то так. То есть, он будет на каких-то срезанной графике работать в планшетном режиме, и когда будешь уже вставлять Или частоты будут выросать. Ну, либо частоты, да, будут понижать. Ну, это нормально. Nvidia любит. А то, что будет заряжаться с помощью USB, ну, это круто. В принципе, можно с собой без всяких проблем взять в поездку и заряжать где угодно. Потому что... Ну, это как еще можно заряжать? Ну, просто раньше я тебя вот... Я не знаю, слышал ты или не слышал. Я понимаю, что Nintendo как любительность своих разъемов. Да, и не только любительность своих разъемов. Они еще Nintendo 3DS XL продают вообще без зарядки. Правильно. Вот это подход. Любовь к пользователю – это самое главное в нашей жизни, знаешь. Мы тут с тобой, видите ли, жалуемся, что разъемы меняются, а они просто зарядки не вкладывают. Да, почему нет. На смену батареек. Я вообще, кстати, реально аккумулятор сменный делал бы. Разрядил, снова надо купить. Чистый нинтендовский разъем. Больше никто таких не выпускает, знаешь. Это было бы очень странно. Ну, по делу, конечно, появилась бы туча. Да ладно. А я бы чипы встраивал. Чипы? В одноразовые батарейки для Nintendo Switch, знаешь. Чтобы чужие вообще даже не пролезли. Как в картриджах, да? Принтерах, да. Вот там вот есть. Кипец. Тут бизнес. Надо, кстати, позвонить, Nintendo сказать. Что-то они… Костя Говорону. Я все собираюсь запросить у нее 3DS XL. Все, думаю, с ним связаться. Ну, свежий. Я есть привет ему передавать. Ну, передать ему. Привет передать, да. Ну, что, следующая новость. Silverstone. Это производитель корпусов. Кстати, классное дело корпуса. Выпустила беспроводной пульт управления для компьютера, который втыкается в USB порт, ну, внутренний, материнской платы. И к нему есть такой брелок, что можно прямо с брелка компьютер включить, перезагрузить. Через USB типа? Нет. Ну, как? То есть какой-то сигнал будет подаваться на USB и… Ну, приемник втыкается в материнскую плату, а с брелка ты можешь включать и перезагружать комп. Кайф? Кайф. Зачем? Не знаю. Не знаю. Вообще… Ты часто этим пользуешься? Я даже представить себе не могу, зачем оно мне надо. Представляешь, вот ты, грубо говоря, подключишь это все, на брелок на ключе повесишь, и там собираешься уходить, а у тебя комп включится вместо того, чтобы ты его выключил, уходя, а он у тебя включится. Он не выключается, он спящен. Я знаю, да. Все. Ну и наоборот. Не нужно, чтобы он оставался включенным, а ты уйдешь, случайно нажмешь кнопку и он выключится. ты теория заговора знаешь у тебя просто какая-то вышла хренатень для компьютера вот они рассказали посмеляли все прошли хорошо ладно еще прикольную клаву выпустили похоже на жадам клава клава клево вот клава хорошая она очень прикольно очень похоже на печатную машинку и выглядит классно ее так и делаем чеку самая клево она на этих на механике делается она была не щелкать да все дела ну даже она правда ставить буси скорее всего наверное наверно чуть я так подозреваю что очень дорого поискать еще плюс 15 мультимедиа клавиш там будет я смотрю но они все через fn там целую этот опус про только классно плюс еще в sd будут управлять типа громкостью всякими там яркость он кора менру до энкор ретро вот такая красота усать и я бы хотел намного все но я тоже не отказался на новый год неплохо да такую нормально я вообще знаешь как делал с этим ну как на старых мошенников все-таки сделал бы привод на литеры чтобы они прям и после каждой статьи новый экран покупать новый монитор еще можно было это надо для ipad короче такой я знаю что переходник должен не айпада не смотри на экраны рукописный вот и сенсорные экраны и это короче работает вообще круто будет ты реально нажимаешь у тебя кнопка печатается типа на сенсорный экран отпечатывается она в этом рукописном вводе у тебя рукописный вот определяет что это за букву и печатает ее в текст правда это очень сложно значительно проще берешь эту клавиатуру прицепляешь ее к айпаду вот у тебя когда вот эти вот лапки бьют да да чтобы они попадали четко по сенсорной клавиатуре и набивали текст она будет без там вай-фай без блютуза прям вот просто вот поставила и она работает чистая механика да неплохо так ну чё google еще полностью перезайдет на возобновляемые источники энергии появилась у нас новость ну смотри фишка в том что они достаточно давно этим занимаются промышляют все их крупные в америке не корпорации ну как это места где они вот короче промышленные их предприятия они какой-то процент энергии потребляют от возобновляемых источник энергии вот ветров ветрогенераторов так далее там подобное это очень хорошо на мой взгляд и все компании должны так делать учитывая что потребление энергии на производстве очень высоко а вот 2000 в 2017 году они рассчитывают обеспечить все свои потребности в электричестве за счет именно возобновляемых источников энергии бред какой-то не на полном серьезе я считаю что пока вот эти возобновляемые это что-то мешать в кишки ты когда в парке ветряков а ты был а белки а ты был разбил как я там на лопастях размазывает я смотрю ты часто в органе трех на самом деле я сейчас не помню в какой стране мыр кого-то города пожаловал что ну вообще беда с экологией началась ваших ветряков там поставили поле ветряков да это хорошо да вроде дешево я не знаю надо рассчитывать понимаешь что скажем вот сколько ветряк делать на сколько нужно потратить энергии на то чтобы сделать вот один ветряк на ресурсах вот обычных не возобновляемых на той же нефти да там или газе или еще чего-то всем мне нужно очень много потратить и нужно сделать материалы под этот ветряк тебе нужно сделать мотор под него тебе нужно опять же то есть ну как бы ну ну да двиган поставить обратно и солнечные генератор солнечные батареи а ты знаешь сколько стоит сделать солнечную батарею чтобы покрыть дом солнечными батареями дешевле дешевле кинуть провод себе и платить за обычную электроэнергию. Понимаешь, Google, если они хотят экологию, если они хотят как бы тратить мало денег, поставь АЭС. Просто атомку влупи рядом со своим дата-сервером и все. Экологично, безопасно. Если лупанет, ну да, серваки отрубятся, но там будет уже не до сервакова. У какого-то института в Москве есть своя АЭС, по-моему, насколько я знаю. Нет, АЭС у нас не в этом стоит. АЭС стоит в этом, как же его? В Белая, рядом со звездом, в России. Я забыл, где-то в самой первой АЭС в России, где-то в Подмосковье. Да, ладно. Забыл, как называется. Может, нам расскажут. Может, в чате подскажут, да. КПД у этих, понимаешь, у солнечной батареи, у них реально коэффициент полезного действия нулевой практически. Почему нулевой? Ну, там какие-то копейки. Понимаешь, то есть ты на производство этих солнечных батарей тратишь денег, ну, энергии затрачиваешь больше, чем они тебе произведут в течение долгих-долгих лет. Очень низкие. Мне так не кажется. Значит, кажется. Знаешь, есть кажется, скреститься надо. Ну, а почему тогда... Ты почитай про это дело. Ты про электромобили читал когда-нибудь, а? Ты читал, какой КПД у этих, как у электростанций. Он ниже, чем у движка ДВС. То есть, грубо говоря, заливая бензин в обычную машину, да, ты экологию своей тачкой загрязняешь меньше, чем ты будешь заряжать ее электричеством. Да ладно. Да, мировых масштабов. Это подразумевается, что подсчитывая, ну, то есть, что батарейки выходят из строя, и тебе куда-то их нужно девать или нет? Нет, нет. Это просто по загрязнению атмосферы. То есть, бензиновый движок, грубо говоря, вот общемировую атмосферу загрязняет меньше, потому что у него выше КПД. Потому что, ты понимаешь, ну, ты прикинь, да, то есть электроэнергия, да, для автомобиля, для зарядки, она не появляется из ниоткуда. Это не чистая энергия. Электроэнергию вырабатывают, но если не какая-нибудь ГЭС, да, которая от реки, ну, ГЭС, опять же, там, весь мир от них не запитаешь, ее где-то вырабатывают. Как правило, ее вырабатывают на электростанции, которые ни разу не экологичны. И чтобы получить вот эти много киловатт, чтобы твой тач куда-то поехал, ну, нужно сжечь очень много всего интересного. И выкинуть это в атмосферу. Плюс, прикинь, там, ну, во-первых, там не очень высокий КПД обычная электростанция, это еще по проводам нужно докинуть до твоей машины, там потери бешеные на это все. И еще у тебя на зарядку потери. Вот тебе экологический транспорт. Да, нет, понимаешь, городам-то будет хорошо. То есть, если сейчас вот всю Москву заполнят электромобильными, да, вроде дышаться будет получше. Ну, где вот эту всю энергию буду делать, там будет очень невесело. Что-то я как-то... Пробомбил немножко, подгорел у тебя, я смотрю. Это мы вообще к чему? Это мы к Google, который хоть перейдет на возобновляемые источники энергии. Я говорю, пусть лопат АЭС, пусть вот нашим позвонят, вот нам в России, у нас очень хорошо делают контракт на АЭС, умеют строить. Все, и не парятся. Правильно, Дим? У них, кстати, КПТ может быть повыше, учитывая, что они эти возобновляемые источники энергии стараются держать чуть ли не прямо. Мне бы тут больше понравилась новость про АМАЗОН. А, про то, что они открыли свой новый магазин, насколько я помню, который вообще не имеет продавцов. Не, не слыхал про такое. Я про то, как это, они повысили скорость передачи данных. Вы дал? Да, вообще там просто, они, короче, сейчас это, они решили, ну, когда их загружают какие-то большие данные в облако, у некоторых компаний настолько огромное количество данных, что тащить их по проводам не очень сложно. Они просто подгоняют грузовик жесткими дисками, подрубаются к дата-серверу, выгружают все это в здоровую фуру, на сколько там, пятабайт несколько они тащат, я что-то забыл цифру. Загружает это прямо вот все в здоровую фуру, фура идет с охраны, ну, чтобы данные, защита данных, понимая, приезжает в облако, туда все перегружает. Вот она, широкополосный интернет. Ты представляешь, потом все эти жироские диски нужно, короче, отформатировать, чтобы в следующий раз опять взять все эти данные, перевести их туда. Псец. Ну, хотя при этом, подожди, а есть один, грубо говоря, поломается жесткий диск во время записи. Да перестань думать про это, просто прикинь, какая-то классная, масштабная, просто подгоняешь фуру жестким диском в USB в откроху. 80 тетабайт, да. 80 тетабайта. Ну, короче, вообще классно, ребята. Мне очень понравилось. Красота, красота. Ладно, слушай, наверное, давайте завязывать. Да. Да, у нас, по-моему, новости подзакончились. Ну, если ты хочешь вот про Nintendo расскажи, что… Да, что они готовы выплатить за 20 тысяч долларов за любую уязвимость 3DS. Ну, это многие так делают, я помню. Ну, это имеется в виду еще, да. Ну, ищут уязвимости, хотят. Ну, плюс еще, да, хотят найти у себя разработчиков. Слушай, прошу платить Samsung, он сказал на той неделе, что все по десятке будет давать. Google там что-то по косарю по чилиски тоже помню. Может быть, либо просто не так уверены в своей операционке. Ну, кто-то хочет возить с собой фуру серваков бразерса. Зачем вам фуру серваков бразерса? Чтобы никуда не терять, чтобы всегда было с собой. Вопрос сейчас будет. Вот мы заканчиваем как бы с основной части. Да, давайте заканчиваем с основной частью. Да, и можете задавать свои вопросы. Стараемся на них ответить. Так, вот про джойстик и геймпад ноги подбомбил. Ну, мы уже извинились как бы. Мы в статьях, я говорю, сейчас выправляем то, что геймпад и джойстик, ну, как бы разделяем, чтобы было все правильно. В речи это сейчас более сложно. отделить, потому что, ну, это очень как-то закреплено, мне кажется, на какой-то подкорке. Нет, мы сейчас... Вопрос очень много. Мы ждем, да, когда у нас появятся какие-нибудь вопросы. Много всего наговорили и пропустили читание. Да прям ты понимаешь, что у нас уже два часа прошло, да? Нормально, идет. Вообще никак не заметил, что прошло два часа. Да? А что, что со мной-то не поделишь? Выгните этих людей. Зачем нас выгонять? Понимаете, если нас выгнят, то тоже вам будет новости про железную рассказывать. Ну так. Что Дмитрий думает о ветряных мельницах, АЭСах и солнечных батареях? Он только что, по-моему, вам об этом рассказал, что все не очень хорошо. Нет, оно прикольно, но когда КПД вырастет до нормального значения, тогда можно будет об этом говорить. Понимаешь, АЭС, опять же, вот ветряная мельница солнечной электроэнергии, да, она прикольная, но ты попробуй вот ее с ЗАЮЗой без вот дополнительного источника питания традиционной электроэнергии. Как ты будешь жить? Нет ветра, и все. До свидания. Ну да, нет солнца тоже. Вот у нас, например, в Москве сейчас солнца, сколка уже нет. Я не видел его уже тут очень давно, солнечного света. Ты когда в последний раз солнце видел? Да вот на днях было, вчера, по-моему. Да? Ну вчера был мороз, минус 14, минус 15. Да? Сегодня, кстати, завтра обещают ноль, если что. Про что рассказать? А, про 1060 на 104 чипе. Так уже рассказали. Была у нас новость же на эту тему, вы просто пропустили. Про 1060 на 104 чипе. Мы уже рассказали, да, так что вам лучше просто посмотреть, видимо, уже в записи данную трансляцию и прослушать то, что мы уже сказали, потому что повторяться мы все-таки не будем. Берем ветряк, делаем сетку для него, как на вентиляторе, и все птицы живы. Ну и вот Дима счастлив. Какую сетку? Ну, как на вентиляторах. Вот это вот, чтобы когда крутилось, ничто не задевало. Ну, здесь же маленькие птички. Ну, можно ее совсем маленькую сделать, не знаю. А как чистить эту сетку потом? От грязи, от сей. Ну, там же ветер. У тебя, знаешь, вентиляторах, там птица тоже ветер гуляет. Что, он у тебя нормально чистится? Ну, там все плохо. Ну, вот именно. Там лучше даже не открывать. Ну, ладно. В Питере солнце вообще с рождения никто не видит. Вам там хорошо. Что там про новости от Google про инет по всему земному шару по спутнику? Это, кстати, не гугловская новость, это Элон Маском, да? Элон Маском? Да, я что-то слышал. Да, это Элон Маск собирался сделать. Он, да, рассказал, что он запустит какое-то дикое количество спутников в космос, там несколько тысяч, что ли, чтобы покрыть, у всех был доступ по всему земному шару в интернет. А, помню, да. Вай-вай-фай. Ну, там очень как-то странно. То есть, он это сказал, что у него программа лет на 5-6 запуска этих спутников, а при этом спутники что-то там 3-4 года должны служить. То есть, пока он будет запускать последние спутники, у него же будут падать первые спутники. Ну, тем странно, Маск, он вообще довольно интересный персонаж, но очень странный. То есть, он же живет практически полностью на дотации, причем на дотации государства. Вот ему сейчас не нравится приход Дональда Трампа, потому что он хочет отрубить ему все эти дотации. Ну, то есть, если посмотреть финансовые вообще результаты Эллана, ну, они совсем не веселые, это не бизнесмен. То есть, да, понимаете, можно запустить кучу спутников, да, то есть, ну, как-то на чужие деньги, да, и порадоваться этому. Вот если бы он на свои все полно запускал, было интересно. Да, кстати, привет, Роман Сионис. Дела у нас хорошо, как видишь, уже скоро заканчиваем, правда, к сожалению. Хотел сказать по поводу возобновляемых источников энергии. Я тут недавно увидел клевую штуку. Такие плиты, которые ставятся на пол, и при наступании на них тоже вырабатывается энергия. Единственное, что ее там тоже мало, но если, в принципе, достаточно большую площадь ей покрывать, и будет очень много народу по ним ходить, то будет вырабатываться немало энергии. Вопрос в цене плиты. Потому что я понял, что... Сколько будет стоить такая плита? Если она стоит копейки, будет дешевле, чем вырабатывать больше энергии, чем потрачено ее производство, замечательно говоря. Я больше, чем, наверное, в скором времени в Китае покрою все свои дороги. Ну, вполне возможно. И, кстати, себя невозможно этим это полностью... Ну, как же вы видели, домой шоу, ребята под лютым снегом кладут асфальт? Нормально. Человек недавно в Москве, явно. Прям заметно. Я в курсе, что у нас технологии в плане дорог, и все вот это вот, на воду кладут, но это же капец. Просто у нас все технологии, они бы не приживались никогда. Ну что, Дим, будем заканчивать? Да, я пока не вижу вопросов. У меня тоже что-то вопросов больше не вижу. Вот, кстати, еще что-то спрашивали, почему SSD врут про скорость. Почему врут? Ну, мне тоже интересно, потому что у меня вроде по скоростям все нормально и хорошо. А в чем вранье? Да, и в чем вы думаете, что там вранье, подскажите? Нет, как бы все скорости, которые указывают в технической характеристике, они абсолютно реальны. Но просто техническая характеристика не указывает, в каких условиях были конкретно получены эти скорости. То есть, файлы каких размеров копировались, в каком режиме, как оно работало. Вот еще хороший вопрос. Подскажите, на какие параметры видеокарты стоит обращать внимание при выборе между AMD и Nvidia? Например, модели Nvidia 1060, 6 гигабайт, 192 бит и PX, 480, RX, видимо, да. Это 488 гигов, 256 бит. То есть, Nvidia выигрывает в частоте, но проигрывает по памяти и по ширине шинины. Но при этом, по слухам, AMD выигрывает DirectX 12 по производительности. Разрешение экрана 1920 на 1080. Какая видеокарта лучше послужит 2-3 года? Ну, как бы, я думаю, 1060, на мой взгляд. То есть, при том, что она, может быть, и проигрывает по объему памяти и ширине шины, но... Да, для Full HD... Для Full HD вам вполне подойдет. Да, 1060 хорошая плата. По поводу того, чтобы сравнивать по цифрам платы от разных производителей, я никогда не советовал это делать, потому что AMD своя архитектура. Лучше смотреть по тестам, да? То есть, ну, конечно, по тестам исключительно, потому что у них не коррелируется количество ядер, количество стурноблоков. Роб близко, да. То есть, память, ну, как бы, надо понимать, мы уже про это сегодня говорили, что биты и частоты, они все нацелены на то, чтобы получить именно пропускную способность. Перемножьте, посмотрите, какая пропускная способность вас устраивает. И вообще, я бы, ну, задать вам вопрос, зачем вам пропускная способность такая? Ну, да. То есть, как бы, любую память все равно подбирает под возможности чипа. То есть, не получится такого, что чип станет быстрее работать из-за какой-то там улучшенной памяти. Ну, я как всегда говорю, то есть, на что денег хватает, то и покупаете. Хватает, надеюсь, 60, замечательно, берите ее. То есть, по производительности особо сильно не выиграете на ценах. Получите как раз, вот, ну, я говорю, дельта в цене будет всегда примерно соответствовать разнице производительства между картами. Вот у нас шеламка Козлова определился с SSD AMD Redonor 7 240 гигабайт. Или ему все-таки за 10к рублей сейчас можно подобрать вариант получше. Вот смотрите, у меня есть этот SSD, он работает, работает нормально. Это OCZ SSD, вот, они выпускали его, ну, соответственно, в партнерстве с AMD, когда AMD хотел сделать там нее, ну, все было. У них еще и оперативку они делали, соответственно, к материнке получалось, процессоры свои, оперативка свои, SSD свои и видеокарты свои. Ну, прямо совсем AMD, AMD системы. На самом деле, я бы, конечно, брал бы лучше сегодня, то есть, этому Redonor 7 уже мы его тестировали год с лишним назад. Да, да, в прошлом году, как раз по-другому году, я помню, в декабре он к нам приходил, но я бы брал уже более новую модель OCZ, по-моему, это, соответственно, будет серия Vectora. Вектор, да, по-моему, R7 это копия Vectora. Наверное, лучше сейчас тоже брать просто новую OCZ Vectora, ну, потому что он новый и немножко улучшенный. Так, ну, еще, парни, есть ли разница в двух ядрах у проца Intel, это сильно будет чувствоваться? Intel Core i7-4930K и i7-4820K. Ну, здесь зависит от того, для каких задач вы его будете использовать, то есть, если это для работы, монтажа... И насколько вы хотите, чтобы его хватило, наверное? Ну, нет, 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 нет. Производительность не сильно падает? Это не влияет, да. Ну, то есть, если выиграл, будет без разницы, плюс-минус два ядра. Ну, если мы рассматриваем то, что это 4820K, это у нас 6-ядерка, 8-ядерка сравниваем, что ли? Ну, видимо, да, 6-ядерка, 8-ядерка, я так понимаю. То есть, есть 2,4 сравнивать, большая разница будет, большая разница и в работе, и в Windows, а есть... 6,8, тут небольшой прирост все-таки. Не огромный. Так, ну что, давай, наверное, заканчивать. Сейчас, подожди, подожди. Ну, прирост будет рабочей программы. То есть, в Photoshop, на... Ну, скорость загрузки, скорость загрузки, скорость рендера. Да, вот это будет... Потому что будет больше потоков. Конечно, там будет плюс-четыре потока получаешь сверху. Ну, да. Ну, что? Давайте заканчивать. Давай заканчивать, наверное, да. Все-таки все новости на сегодня прочитаны, все сделано, на вопросы мы поотвечали. Спасибо вам, что пришли, спасибо вам, что комментировали, спасибо вам, что задавали свои вопросы. Спасибо Диме Колганову, что со мной зачитал новости. Рад какой. В общем, да, сегодня с вами зачитывали новости Дмитрия Колганова, Василий Копейкин, да, и Дмитрий Кудряшов у нас, как обычно, за кадром. Всем спасибо. Всем пока, до скорого. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова